Дорогие друзья, коллеги, рад приветствовать всех на очередном вебинаре, организованном Национальным Олимпийским Комитетом Украины совместно с Министерством Молодежи и Спорта и Олимпийским Институтом Национального Университета Физического Воспитания и Спорта. Меня зовут Иван Кудачук, я представляю Национальный Олимпийский Комитет Украины и буду помогать модерировать нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо всем, кто присоединился. Мы продолжаем стремиться к тому, чтобы были новые знания, новый опыт, чтобы мы делились этой полезной информацией. Действительно, Национальный Олимпийский Комитет продолжает реализацию образовательных программ и проектов, направленных именно на эти задачи. Сегодня мы рады приветствовать участников из шести стран. Это Украина, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова и Узбекистан. Всех приветствуем, всем большое спасибо. Напоминаю, что это уже наша восьмая подобная встреча из цикла вебинаров. Сегодня тема нашей встречи – основы периодизации многолетней и годовой подготовки. Лектор Владимир Николаевич Платонов, профессор Олимпийского института, глава комиссии Национального Олимпийского Комитета инноваций и спорта, член исполкома Национального Олимпийского Комитета Украины. По традиции наша встреча будет состоять из двух частей. Первая – это интересная информация, полезная, я уверен, нашего сегодняшнего лектора. И после этого традиционная серия вопросов и ответов, свои вопросы вы уже можете оставлять в комментариях, и потом с удовольствием ответить на все поставленные вами вопросы, которые, конечно, будут касаться конкретно тематики нашего вебинара. Также отмечу, что по итогам вебинара на официальном YouTube-канале Национального Олимпийского Комитета вы сможете найти видеозапись этого вебинара, как и всех предыдущих, а в дальнейшем и последующих вебинаров. Поэтому хорошая нам сегодня конференция. Владимир Николаевич, пожалуйста, передаю вам слово. Спасибо, спасибо. Добрый день. Ну и рад приветствовать вас всех на очередной нашей встрече. И сегодня мы рассмотрим, ну, исключительно важную проблему, которая касается системы подготовки спортсменов. Это все то, что относится к многолетней карьере, к содержанию, структуре, построению многолетней подготовки и вопросы построения подготовки в течение года. То, что особенно важно и характерно для спортсменов высокой квалификации, готовящихся к главным соревнованиям. Тема и та, и другая. Огромный массив знаний в этой области имеется. Масса сложностей, противоречий. Поэтому рассмотреть подробно, конечно же, все мы не сможем. Но я остановлюсь на тех принципиальных методологических позициях, которые заставили бы всех нас думать на эту тему, искать ответы, знакомиться с литературой, ну и находить приемлемые для себя решения. Понятно, что весь процесс многолетней подготовки ориентирован на то, чтобы добиться от юного спортсмена полной реализации его природных задатков и демонстрации их в крупных соревнованиях. Но здесь существует в практике реально два подхода к этой проблеме и два пути, если можно сказать, развития спорта в очень достижении. Один путь ориентирован на то, чтобы планомерно в течение многих лет готовить спортсмена, опираясь на закономерность и становление спортивного мастерства, то есть все то, что является содержанием процессов спортивной подготовки, опираясь на возрастные особенности, опираясь на половые особенности, опираясь на те оптимальные зоны возрастные, в которых имеет смысл начинать с этим спортом, и в которых спортсмены способны достичь высоких результатов. Это зоны очень жесткие и очень узкие. В большинстве вида спорта выйти на уровень наивысших результатов спортсмены могут в возрасте 20, 21, 22 лет. Вершин достигают в возрасте 23, 24 лет, а потом часто сохраняют на протяжении многих лет высокую результативность, часто повышая свои результаты. Но в целом есть очень жесткая, оптимальная зона. Поэтому, когда мы строим планомерно процесс подготовки, мы ориентируемся, ну, как говорят сегодня так, образно некоторые западные специалисты, для того, чтобы от нуля до уровня высших достижений довести спортсмена, надо 10 лет и 10 тысяч часов. Грубо это примерно так. В одних видах спорта это может быть и 8, 9 лет, в других видах спорта надо 12, 13, 14 лет. Но в целом мы можем говорить о том, что если вы начали заниматься спортом 10 лет, привлеты ребенка, то у вас есть все шансы добиться высочайших результатов в возрасте 20-21 года полностью реализовать его природные задатки. Это, казалось бы, логичная абсолютно позиция, потому что любой человек, который приходит в любую сферу деятельности, будь то спорт или что-то другое, он хочет полностью реализовать свой природный потенциал, максимально использовать те возможности, которые ему предоставлены для достижения успеха в том или ином виде деятельности. Однако практика показывает, что в спорте это далеко не всегда, это бывает таким образом. Вот это стремление показать высокие результаты в различных детских соревнованиях, стремление очень быстро включиться в систему соревнований, достижения побед, выполнения каких-то нормативов и так далее, характерное сегодня и для тренеров, и для родителей, оно приводит к тому, что развивается вторая модель многолетней подготовки, начиная с детских лет, ориентация на соревновательную борьбу, на соревнования различного уровня, среди подростков, среди юношей, типа там вершиной этого можно сказать являются юношеские олимпийские игры, до этого масса соревнований по возрастным группам и так далее. Это совсем другой путь, совсем иной путь, и это тоже реальный спорт, не все могут стать олимпийскими чемпионами, призерами, победителем крупных международных соревнований во взрослом спорте. Очень многие довольствуются тем, чтобы достичь успеха в детском спорте. Это часто ориентирует родителей. На уровне взрослого спорта возникает масса социальных проблем, огромные нагрузки, по 6-8 часов надо тратить в день на тренировочные занятия, дальше это входит в противоречие с образованием, входит в противоречие с дальнейшей карьерой, часто это мешает семейной жизни и так далее, и так далее. То есть очень многие люди используют спорт, ну, скажем, детско-юношеский, как средство приобщения человека, малого человека к здоровому образу жизни, к здоровому занятию, отвлечению его от вредных привычек, от улиц, от всего остального, с тем, чтобы он в последующем мог успешным быть в жизни. Это другой путь развития спорта, другой путь. И мы должны очень четко понимать, что если мы идем первым путем, то мы имеем возможность, мы должны посвятить нововременную карьеру планомерной, рациональной, сбалансированной подготовки, учитывающей все то, о чем я уже говорил, возраст, особенно сапоговое созревание, возрастную предрасположенность и необходимость освоения большого объема знаний, умений и навыков, на что требуется очень много времени в любом образовательном процессе. Для того, чтобы мы прошли школьное обучение, нам надо, условно, там 10-12 лет, чтобы освоить всю программу. То же самое в спорте. Для того, чтобы мы должны освоить всю программу, связанную с повышением возможностей функциональных систем, изучением техники, тактики, развитием различного рода двигательных качеств, увязыванием всего этого дела в процессную систему, обеспечивающую эффективность тренировательной деятельности и прочее, прочее, прочее. На это надо много времени. Некоторые виды спорта 12-14 лет. Другие, как я уже говорил, могут быть несколько короче. Так вот, этот первый путь и второй путь, они находятся в очень остром противоречии. Те люди, которые ориентированы на успех в детском спорте, у них практически нет никаких шансов добиться полной реализации природных задатков у конкретного спортсмена и добиться того, что он покажет выдающиеся результаты в возрастном спорте. Наоборот, те, которые... В том случае, когда подготовка строится рационально, сориентация на наивысший результат, а все детские соревнования проходятся по ходу, без специальной подготовки к ним, это не значит, что не надо соревноваться, не надо ориентироваться на результат, но надо четко понимать, что в течение многих лет подготовки, 5, 6, 7 лет подготовки первые, это не стремление добиться спортивных результатов, это использование соревнований в качестве средства подготовки. Спортивный результат здесь является вторичным, а на первых этапах вообще очень малозначен. И вот в этом плане, конечно же, мы должны построить сегодня с вами наш разговор и прийти, ну, потому что подтвердить это некоторыми фактами, некоторыми событиями и, кстати, отношением очень многих людей, которые в мире сегодня относятся к спорту лучших достижений, к этой проблеме. Если можем показать первые сайты. Есть у нас там эти иллюстрации? Ну, сначала в общих чертах, чтобы было ясно, о чем мы говорим. Когда мы говорим в целом о структуре периодизации подготовки спортсменов, то мы сверху вниз должны увидеть несколько уровней. Это, в первую очередь, мега-структура. Это структура всей многолетней подготовки ее элементов четырехлетних олимпийских циклов. Сегодня здесь произошли, ну, скажем, за последние годы радикальные еще изменения. Исторически так сложилось, и это было вплоть до, скажем, конца прошедшего столетия, что спорт высших достижений, в частности олимпийских, воспринимался как сфера деятельности для молодых людей. Вот средний возраст людей, которые уходили из спорта, из олимпийского спорта, в 80-е годы был 23 года. Средний. Иногда люди оставались несколько позднее, 26, 27, 28 отдельные. Некоторые достигали результатов раньше и уходили раньше. Но в целом, средний возраст был 23 года. Сегодня средний возраст стал 33 года. То есть, карьера продлилась в силу очень многих причин, включая экономические причины. Практический спорт олимпийский стал профессиональным. Наши люди рассматривают его как такую важнейшую сферу в своей жизни вообще. Очень многие удерживаются в силу этих причин. Это возраст там 40-45 лет, а 35-40 лет. Это большое количество выдающихся спортсменов находится в этой возрастной зоне. Ну, а средний возраст, как я вам уже сказал, допустим, гремль, академический, гремль, новый дар, велосипедный спорт, 32-33 года. А было 22-23-24 года в разных летах спорта. То есть, появилась вторая стадия. Первая стадия многолетней подготовки, это та, которая ориентирована от начала занятий спортом до выхода на уровень высших достижений, вот как я уже говорил, примерно 10 лет и 10 тысяч часов. А вторая стадия, она может быть очень продолжительной. У некоторых спортсменов 30 лет, есть спортсмены, которые 50 лет еще выступают очень успешно на мировое олимпийское время. А у других она может закончиться в 1-2-3 года. Но в среднем мы сегодня можем говорить, что вот эта вторая стадия, она по продолжительности не меньше, чем первая. Примерно такая же. 10-12 лет первая стадия и сколько лет вторая стадия. К сожалению, в большом, если мы поднимем с вами всю литературу современную по подготовке спортсменов, если мы посмотрим сегодня на наши программы, на нормативные документы, которые существуют для разных спортивных организаций, то мы увидим, что там все касается только первой стадии. То есть от нуля до выхода на уровень высших достижений. 10 лет, 20 лет. Что дальше делать? Нигде мы не видим. А мировая практика показывает, что это можно. Единственное, что сегодня доказала четко мировая практика, это то, что, не дай бог, нельзя в течение вот этих последующих лет, в течение второй стадии спортивной карьеры тренироваться точно так же, как мы тренировались до выхода на уровень высших достижений в конце первой стадии. То есть нагрузки там недопустимы, такие, которые имели место раньше раз, и содержание тренировочного процесса было иным, что мы в Мерико с вами и сотрудничали. Второй уровень, это макроструктура, это структура годичных циклов, макроциклов, периодов, этапов их образующих. Третье, это безоструктура, тренировались средние циклы, и микроструктура, микроциклы, тренировочные занятия, серии, их сочетание отдельных тренировочных занятий в течение дня. Но сегодня мы затронем вопросы, которые касаются только первых двух уровней построения подготовки. Пожалуйста, следующий слайд. Вот если мы берем с вами всю систему многолетней подготовки, то условно мы можем ее разделить на целую серию этапов. Первая, это фаза становления высшего спортивного мастерства. 8-12 лет от начала до выхода на уровень высших достижений. И 4 периода. Начальная подготовка, предварительная базовая, специализированная базовая подготовка к высшим достижениям. 2, 2,5, 3 года, 3,5 на каждый из этих этапов проводится. В зависимости от специфики вида спорта, от того, когда спортсмен приступил к тренировочным занятиям, значит, его индивидуальные особенности, восприимчивость к нагрузкам, строение тела и многие вещи они могут в какой-то мере корректировать, но в принципе мы можем грубо сказать это 4 этапа по 2,5-3 года от начала до выхода на уровень высших достижений. Обычно это 20 лет в среднем, так считают, как в качестве сегодняшнего примера. А потом идет уже следующая фаза, это фаза развития и реализации высшего спортивного мастерства. Это принципиально новая вещь, которая очень плохо освещена в специальной литературе. Это может быть 2-3 года, а иногда это может быть вообще один год. Спортсмены в высшем уровне высших достижений выступили, завоевали там, допили с тобой или иного успеха и очень часто закончили спортивную карьеру по разным причинам. А многие из них остаются в спорте больших достижений. Одни недолго, 2-3 года, а другие 10-15 и более. Я же говорил, что есть достаточно случаев 20-25 лет и даже 30 лет. И вот здесь этапы. Это максимальная реализация индивидуальных возможностей. То есть это тот этап, а практика очень хорошо это показала, когда спортсмен выступает на уровне высших достижений и способен к улучшению результатов. С каждым годом показывать более и более высокие результаты. И что открыл современный спорт высших достижений и чем он отличается от нашего представления 30-летней давности, это то, что эта фаза может быть очень продолжительной. То есть люди способны улучшать спортивные результаты много лет подряд. То есть начиная в 20 лет, а потом еще в 30-32 года устанавливать мировые рекорды, добиваться побед. И это вещь скажем принципиальная, потому что с каждым очередным годом вот этот спортсмен, который сумел построить свою подготовку, получая результаты год от года и удерживаясь другом в спорте высших достижений, он интересен абсолютно всем. Он интересен государству, потому что он популярен. Он превращается в своего рода звезду, своего рода образец для многих других, своего рода средства для демонстрации потенциала страны, потенциала своего города, организации и так далее, что мы очень хорошо с вами видим и знаем. Этот спортсмен очень выгоден для всех коммерческих структур, потому что все спонсоры, естественно, они заинтересованы в использовании имен не молодых, малоизвестных спортсменов, которые даже добились высокого результата, но это первый успех. они ориентируются в основном на тех, которые выступают успешно и долго, которые широко признаны мировым спортивным сообществом, имеют огромную аудиторию почитателей, общеизвестных, известных широких слоев населения и так далее. Поэтому этот этап очень важен и очень интересен, особенно для нашей страны, когда у нас огромные дефициты сегодня, молодых людей и очень низкий уровень рождаемости, и сегодня количество детей, которых мы теоретически могли бы привлечь к спорту, сегодня у нас в четыре раза ниже, чем это было в 60-70-е годы. И поэтому подход к каждому талантливому человеку, он должен осуществляться с учетом этой возможности, что если у нас добился спортсмен, а у нас сегодня есть таких, допустим, два десятка спортсменов очень высокого класса, которые вышли на уровень больших достижений, которые сегодня там по 19-20-22-23-24 года, понимают, что эти люди могут работать в спорте очень долго и могут работать очень успешно. Но опять же, для этого необходима соответствующая система подготовки, соответствующий уровень знаний. Следующий этап, когда уже резервов нет, но люди остаются с портимышей достижений, стремятся сохранить свои достижения. Иногда эти результаты несколько падают, они перемещаются, если можно сказать, с первой площадки чемпионата мира, олимпийские игры на другой уровень, участвуют в коммерческих соревнованиях, чемпионатах Европы, чемпионатах, условно, зимних, всякого рода, по короткой воде, в плавании, или зимних чемпионатах, но всякого рода международных турниров, потому что рынок сегодня спортивных соревнований фантастический, и спортсмены высшей квалификации близко не способны его освоить. И, естественно, те, которые стремятся остаться в спорте больших достижений, имеют блестящие сегодня возможности демонстрировать свое мастерство. Тем более, это хорошо, когда у них были выдающиеся результаты, за плечами большие серьезные победы, уже сам факт приезда такого спортсмена в любые соревнования поднимает рейтинг этого соревнования, делает его более притягательным для средств массовой информации, для спонсоров и так далее. И спортсмены работать могут здесь ну, в ряд лет, а очень многие работают много лет, так скажем. И, наконец, последний этап, этап постепенного снижения достижений. Большинство уходят и до этого этапа не доходят. Особенно американские спортсмены, которые четко знают, что его имя работает только до того момента, пока он находится на вершине, пока он демонстрирует мастерство. Ну, если результаты падают, он больше теряет, чем находит. Больше теряет, чем находит. Вот как получилось, допустим, с Уссейном Болтом. Вспомните, прошедший чемпионат мира, когда человек приехал туда, ну, звездой первой величины, рядом с которой никто и близко не стоял. А неудачное выступление на чемпионате сначала проигрываешь на своей коронной дистанции, а потом неудачный старт по эстафете привел к тому, что человек за несколько дней потерял большую часть своей популярности и стал малоинтересным для всех, и для пресса, и для спонсоров, и для всех остальных. Если бы он, а он видел, понимал, что он уже не способен показать результаты, которые были раньше, если бы он ушел до этого чемпионата, он бы на протяжении всех последующих лет значительно с большей успешностью эксплуатировал в своем имя, чем в том случае, когда он оказался здесь побежденным и неудачно выступившим. То есть, здесь тоже интересный момент. Все вот эти этапы, когда мы рассматриваем их с точки зрения содержания, подготовки, мы не можем не учитывать того, что каждый из этих этапов связан и с социальными особенностями, и с возможностями материально-техническими отношениями в семье и всем остальным. Допустим, этап начальной подготовки. Сегодня очень содержанием этого этапа беспокоен весь мир. Давайте посмотрим следующий слайд. Вот смотрите, в Соединенных Штатах Америки на протяжении очень многих лет популярность разного вида спорта зависит от так называемых соревнований возрастных Вот это материал спортивного плавания. Еще в 50-х годах усилиями двух известных американских тренеров была осуществлена так скажем успешная попытка проведения соревнований по разным возрастным группам 10 лет влача 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 с демонстрацией рекордов, значит с регистрацией рекордов, значит честствование победителей, праздник вокруг всех этих соревнований, родители, значит все местные органы власти, победы этих детей, американцы, вы знаете нация специфична, они всю жизнь во всем со всеми соревновались. И естественно это создало ту среду, которая в конечном счете привела за несколько десятков лет к занятиям плаванием почти полмиллиона человек. 500 тысяч человек в Америке занимаются плаванием, стремятся показать результаты и так далее. А потом люди начали анализ, это массовость дает огромный результат, огромнейшие успехи. Но когда начали потом регистрировать и учитывать, а что произошло с этими детскими чемпионами, то увидели, посмотрите, что среди в Америке попасть в число 16 спортсменов в каждой возрастной группе это очень высокий результат. То есть это, можно сказать, молитарная группа для этого возраста. И вот если посмотреть сколько было людей в 10-летнем возрасте и более младшим участников этих соревнований, соревнований, то мы увидим, что на следующем уровне в 11-12 лет оставалось всего 20%. 8% уже не выступали, они были утрачены, они ушли практически по разным причинам. Следующий этап осталось всего 25%, 75% ушли. Следующий этап опять осталось 25%, и уже из 15-16-летних на следующем уровне оставалось уже почти половина. А победителями в крупнейшем соревнованиях никогда не становились детские чемпионы. Следующий слайд давайте посмотрим. По этим возрастным группам всегда регистрировались и рекорды Соединенных Штатов Америки. Можно включить следующий слайд? Вот посмотрите, вот это вишневое, это различные дистанции, вольный стиль, посмотрите. 100 метров, 200 метров дистанция, 400 метров, 1500 метров. Верхняя линия, вишневая линия, это рекорды Соединенных Штатов Америки по возрастным группам. А вот три нижележащих линии, это выдающиеся спортсмены мирового класса, которые, можно сказать, являются легендой современного плавания. Посмотрим, к примеру, последний слайд, 1500 метров. Посмотрите рекорды Соединенных Штатов, динамика, и посмотрите спортсмены, спортсмены, которые добились выдающихся результатов. Это, можно сказать, спортсмены десятилетий, от 70-х, 80-х годов, конец 70-х и 80-х. Десять лет подряд Владимир Сальников в царство, можно сказать, на мировой арене. Чемпионат мира он выиграл в 78-м году и Олимпийские игры выиграл через 10 лет в 88-м году. Вот зеленая линия, динамика его результата. Посмотрите, где были результаты Сальникова в возрасте 13 лет по сравнению с рекордом Соединенных Штатов Америки. Он проигрывал три минуты, почти 300 метров позади чемпиона Соединенных Штатов Америки в этой возрастной группе и позади вот этого рекорда. Соединенных Штатов Америки в возрастной группе. Следующий спортсмен такого же класса это Кирен Перкинс, который пришел после Сальникова и все 90-е годы все успехи на этой дистанции были связаны с его именем. Посмотрите его ситуацию. Насколько он далек был в 13, 14, 15 лет от достижений, которые показывали на американской арене ведущие спортсмены в возрастных группах. Следующий спортсмен это опять эпоха, но это уже все 2000-е годы это Гранд Хекет, который начиная с Игоря 2004 года, Игоря 2008 года, все с начала 2000-х годов, все его успехи, выдающиеся абсолютно, с мировыми рекордами, фантастическими результатами. посмотрите, где он был в 13, 14, 15 лет. Он близко не приближался к тому, что показывали лучшие дети в Соединенных Штатах Америки в возрастных группах. И такая ситуация до всем без исключения видом соревнований. Вот посмотрите, что происходило в спринтере 100-метровой дистанции, дистанции 200 метров, дистанции 400 метров. Допустим, там есть такой нюанс, очень своеобразный, зеленая линия, это Ян Том. И вы видите, что он был близок к результатам, которые показывали в Соединенных Штатах Америки ведущие спортсмены, а даже в отдельных возрастах, в отдельных этапах превышал результат. Но когда мы смотрим, а как же это получилось, что человек в 16 лет показывал столь высокие результаты. И мы видим, что делал это не за счет форсированной подготовки, не за счет напряженной подготовки вообще. Он плавал 5 раз в неделю по 2 часа. И вот эта динамика была обеспечена уникальным талантом этого спортсмена. Кстати, как и Феллса в дальнейшем, который уже в 16 лет стал показывать приличные результаты. На вершину он достиг позднее значительно. Но эти люди сделали за счет таланта при очень малых объемах работы, без форсированной подготовки. А во всех остальных случаях мы видим вот такую динамику. Давайте следующий слайд поставьте, пожалуйста. Там, допустим, у женщин. Аналогичная ситуация. Посмотрите рекорды по возрастным группам и посмотрите динамику спортивных результатов выдающихся спортсменов самых известных в мире. Кем они были в 12, 14, 15, даже в 16 лет по отношению к рекордам. Огромнейшее отставание. Огромнейшее отставание. Следующий, пожалуйста, Славян. Возвращаясь сегодня к более такому для нас близкому примеру юношеские олимпийские игры. Вот этим зеленым прямоугольником обозначен тот возраст, в котором спортсмены участвуют в юношеских олимпийских играх. 15, 17 лет, 17, 18 лет в зависимости от вида спорта. Там фехтование чуть раньше в велосипедном спорте, шоссе, на год позднее. Ну, в принципе, мы видим вот весь этот возрастной связь, который охватывает промежуток 16, 18 лет. А прямоугольниками, линиями красные, прошу прощения, обозначен возраст тех спортсменов, которые добились выдающихся успехов на мировой арене. Посмотрите, какая огромная разница. Велосипедный спорт, там шоссе и женщины, и мужчины, юношеские игры, 17, 18 лет, а уровень, который не способен, уровень наивысших результатов, наиболее талантливых, наиболее одаренных успешно выступающих спортсменов, 23, 32 года у женщин, 26, 33 года у мужчин. То есть разница огромнейшая, разница огромнейшая. Когда эти юношеские олимпийские игры являются праздником просто для детей, которые приезжают туда, соревнуются, общаются, значит, к играм специально не готовятся. То, что делаются Девушкин Америки сегодня очень хорошо, которые эту проблему уяснили и уже последние годы радикально перестроили всю систему детского спорта, так это не проблема. Но когда к этим соревнованиям ведется специальная, делается специальная подготовка, задача ставится на команды, на победы, на завоевание медалей и прочее, и прочее, неизбежно тренеры переносли подготовку 20-летних в подготовку 15-16-летних. Как только это происходит, все эти спортсмены уходят из большого спорта. 98% спортсменов, которые успешно выступали на первых юношеских и наибольских играх 10 лет назад и которые сегодня находятся в той возрастной зоне, когда успешно выступает большинство людей в их видах спорта, этих спортсменов никого не осталось. Привести можно примеры там даже из нашего, допустим, спорта. Мы на первых юношеских олимпийских играх команда пловцов выступила блестяще. Результаты прекрасные. Медали, исключая золотые медали, четвертое место в общем результате. Американцы 11-е место, 11-е место. Никаких результатов, никаких побед, никаких побед. Потом проходит несколько лет у американцев на олимпийских играх или на чемпионатах мира порядка 30 медалей, обычно больше, 31-30. А у наших спортсменов ноль, ноль, никаких наград. И это произошло массово сегодня. И сегодня организаторы юношеских игр не очень серьезно беспокоены об этой проблеме, потому что вот это стремление, оно объяснимо стремление. Я в свое время выступал против категорических вот этой подготовки к юношеским олимпийским играм, централизованной, жестко ориентированной на командный результат. Потому что это выжигает спортивный резерв, дает спортсменам полностью реализовать спортивное мастерство, нарушает закономерности плановерного становления спортивного мастерства. Но объясняют люди тоже, что там же есть призовые деньги, заработная плата у нас, как мы знаем, это проблема для спортсменов, значит, и для тренеров спортсмены тоже могут получить определенные льготы и прочее. Понятно все. Но нужно понимать, что это другой спорт. Вот это первое направление. Детские соревнования, юношеские игры, всякого рода подростковые соревнования, все это хорошо. Но это другой спорт. Это не ради олимпийской победы. Плохо то, когда условно финансируется система олимпийской подготовки с ориентацией на успех в олимпийских играх, а используется она для реализации задач детского юношеского спорта в спортивном плане. Вот здесь нарушать ничего нельзя, потому что вся мировая практика демонстрирует убедительно, что если вы нарушили закономерности планомерного становления спортивного мастерства, то вы не даете возможность своим спортсменам полностью реализовать природные задатки применительно в оптимальной возрастной зоне для каждого вида спорта. Она является очень жесткой и очень строгой. Взять, допустим, бокс. Можно назвать выдающиеся вина. Люди, которые начали заниматься боксом в 7, 8, 6 даже лет. Добились выдающихся результатов, но добились этих результатов в 20 лет. Другие начали заниматься боксом в 12, 13 лет и тоже добились выдающихся результатов, но опять добились их в 20, 21 год. Но нет такого, чтобы начали заниматься в 6 лет, а выдающимся со спортсменом стали в 16 лет или в 17 или в 18. То же самое во всех видах единогорств и тоже в других видах спорта. Потому что во всех случаях мы никуда не можем с вами идти от понимания того, что полный физический потенциал человека в возрастном плане реализуется примерно в 20 годах, а период возрастного развития вообще завершается в 23, 24, 25 лет. И поэтому вполне естественно, что люди в 24, 25, 26 лет показывают наивысшие результаты в спорте. Если, конечно, они грубейшим образом не нарушили систему многолетнего совершенства. Вот эти вещи, они должны лежать в основе понимания содержания процесса подготовки, формирования системы спортивного отбора, ориентации на разных этапах спортивного совершенствования, потому что они являются принципиальнейшими. И какие-то нарушения здесь, они приводят, ну, я бы сказал, не хочу сказать, что к трагическим, но практически к потере возможностей успешной карьеры у спортсменов, это разрушает, ну, скажем, их мечты и пожелания их тренеров, родителей и так далее. Вот в американском спорте сегодня очень серьезно занимаются этой проблемой. Ну, и в частности, они приходят к тому, а вот что же привело к тому, что огромнейшая масса детей, которые были вовлечены в систему возрастных групп, разного видов спорта, они потеряли эти возможности. Первое, сразу называют, первый же фактор, это то, что родители решают, куда должны идти дети заниматься спортом. И это сегодня имеет место у нас. Мы знаем шесть видов спорта, скажем, которые по каким-то, по разным причинам являются более престижными, они более популярны, они экономически более притягательны, поэтому родители все хотят, чтобы дети шли заниматься этим видом спорта, и мы имеем огромнейшее количество основных примеров в нашей стране, хотя у людей, у детей здесь нет возможности, а те же американцы говорят, что мы должны первые три года предоставить ребенку возможность заниматься разными видами спорта, в основном всякого рода спортивными играми, пробовать себя везде и находить постепенный интерес к тому, к чему, как говорится, у тебя есть природные собаки. И они ломают на сегодняшний день всю систему детского спорта, настаивая, что первые три года до подготовки это забава, это развлечения, это праздник движений, это отсутствие какого-либо стремления к результату и это отсутствие давления со стороны родителей, тренеров с ориентацией на успех, потому что мы тоже сплошь и ряда применения местные, посмотрите, сколько у нас сегодня организуется всякого рода детских соревнований, прекрасное дело энтузиазма молодых тренеров, энтузиазма, фитнес-центров, где создаются группы спортивные, они ездят по соревнованиям, родители финансируют, значит, дети выступают, все это прекрасно, но только с пониманием того, что это для детского спорта, да, вы будете успешны в детском спорте, да, вы ребенка забрали с улицы, да, вы ему нашли хорошее, здоровое дело и так далее, и так далее, но у него никогда нет никаких шансов добиться выдающихся результатов на уровне спорта высших достижений, потому что нарушили закономерность становления спортивного мастерства и реализации природных задач. Вот этот тот момент, на который особо следует обратить внимание, не просто так, но ведущие специалисты, которые отвечают за юношеский спорт в Соединенных Штатах Америки, а у них есть специальная ассоциация, которая занимается юношеским спортом, они в начале 2000-х годов провели широчайшую пропагандистскую кампанию на предмет, вот по таким девизам, я уже говорил один раз, это не мое мнение, я только цитирую, руководители этой организации, говорят, мы должны спасти наших детей от сумасшедших родителей и тренеров. То есть родители и тренеры хотят, чтобы их ребенок, они считают, что это самый выдающийся, они считают, что только он способен, они спешат, им хочется быстрее, они не способны потратить 10 лет на то, чтобы планомерно идти к вершинам мастерства. Если мы начинаем монетизировать судьбы наших выдающихся спортсменов, действительно, добились выдающихся результатов, то мы видим, что это всегда была планомерная подготовка. И редчайший случай, когда что-то может произойти, да, конечно, всегда есть 2-3% случаев, которые в силу разных причин они противоречат той закономерности, которую я вам сейчас привожу. Но это исключение, ориентироваться, естественно, мы должны не на исключение, а на правила. Это первый вопрос. Теперь возникает вопрос, что же делать на всех этих этапах становления мастерства первые 4 периода, о которых мы говорили. Вот этап начальной подготовки и предварительной базовой. Может быть 3-4-5, иногда 6 лет. Этот период заканчиваться должен, когда завершается бубертатный период. Когда уже понятно, какое у него сложение у ребенка, какова у него структура мышечной ткани, какова у него, какова предрасположенность у него к тем, или именем видам работы, на что можно рассчитывать формируемую будущую модель соревновательной деятельности, где те козырные вещи, за счет чего он может показать результат. Потому что каждый выдающийся спортсмен, он велик по-своему. И даже в одних и тех же видах соревнований люди показывают один и тот же результат за счет различного рода факторов. И найти вот эти природные задатки, которые именно это, обеспечат наблюдательность именно этого спортсмена, это можно только после окончания бубертатного периода. Это понятно абсолютно. Потому что за один год рост подростков, мальчиков, девочек может увеличиться на 10-13 сантиметров. За один год. А за два года это четверть метра. А естественно меняется все остальное. Мышечная ткань формируется тоже к концу бубертатного периода. Вы уже четко можете туда знать, какое количество мышечных волокон у этого спортсмена, к чему он более предрасположен, что его надо культивировать, чтобы он показал высокие результаты. Раньше этого сделать невозможно. И поэтому, когда мы имеем программы, допустим, для спортивных школ, которые ориентируют детей на результаты там 12, 13, 14 лет, этот результат становился критерием оценки эффективности труда тренера, значит, лежит в основе комплектования групп, формирования заработной платы, это глупость ужасающая просто, которая, к сожалению, тянется у нас годами, и которая угробила огромнейшее количество оповедливых спортсменов. Потому что критерии первые пять лет подготовки, критерием эффективности являются не спортивный результат, не разряд, не объем там работы, который выполнен, а является соблюдение закономерности становления мастерства и содержание этого этапа. А что это за содержание? Практически две вещи, принципиально две вещи. Это разносторонняя техническая подготовленность, но не техническая подготовленность применительно к виду спорта, а техническая подготовленность применительно к широчайшему спектру упражнений. В любом виде спорта специальных упражнений огромное количество, огромное. Игровые виды спорта это многие сотни, вот даже в таких простых видах спорта, как там плавание или легкая атлетика, это многие десятки специальных упражнений. А под этими специальными упражнениями находится более еще широкий спектр всяких вспомогательных упражнений или полуспециальных упражнений. А под ними находится необозримое количество всякого рода базовых двигательных действий, допустим, в которых богат арсенал спортивных игр, в первую очередь, различных спектр гимнастических упражнений и так далее. И когда мы ведем массив двигательных, огромный массив этих движений, общих движений, полуспециальных движений, специальных движений, повязанных в упражнениях, повязанных в двигательные действия, на протяжении 5-6 лет даем огромный объем этой работы детям, когда естественно у них формируется очень широкий двигательный багаж, ничего не закреплено нет нигде жестких навыков что является крайне опасным для детского спорта, потому что потом переучить невозможно, но создается огромный массив так называемой моторной памяти то есть способности регулировать движение на подсознательном уровне и принимать то или иное решение двигательное, которое необходимо для конкретной ситуации, для конкретного функционального состояния, там в виде наборствах в играх двигательные действия формируются по ходу никогда не бывает стандартной ситуации массив двигательных памяти является основой успешного последующего технического совершенствования является основой вариативной техники соревновательной деятельности и в любом виде спорта эта вариативность является важнейшим моментом и ее нельзя никаким образом эту способность приобрести не создав огромного массива моторной памяти в детском возрасте и как только вы сузили подготовку на ограниченный круг упражнений то есть соревновательные упражнения несколько специальных упражнений и многократное повторение всех этих упражнений с нацеленностью на спортивный результат значит вы многократно сократили перспективы создание широкой двигательной памяти создали жесткий навык который потом сломать очень тяжело через год, через два, через три все новое телосложение новое физические возможности другие и так далее та техника не годится ее надо перестраивать а взять это не откуда потому что нет массива двигательной памяти и отсюда идет снижение результатов потеря интереса и прочее, 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 прочее и второй вопрос это с первым связано это широчайшая координационная подготовка что это не просто разнообразие всякого рода движений отраженных во всех группах упражнений а это и исключительная вариативность и ситуативность в их исполнении то есть там где необходима ловкость во многих видах спорта значит эти упражнения должны выполняться в неожиданных ситуациях дальше с различными скоростями различные варианты перемещения у нас были, мы встречались когда рассматривали вопросы координационной подготовки я об этом уже говорил и практически сегодня вот это основное содержание соревноваться можно, не можно, а нужно но соревноваться нужно в различных двигательных действиях в различных программах в самом разнообразном материале прививая к спортсменноспособных соревнованиям тягу к соревнованиям и ориентироваться надо к тому чтобы любой ребенок чувствовал к себе внимание и он был успешным в соревнованиях и подбирать соревнования нужно так что одни люди выигрывают в одном их необходимо поощрять всячески а другие выигрывают в чем-то другом и разнообразить программу соревнований и каждому спортсмену создавать на этом фоне положительную соревновательную мотивацию потому что как только мы его загнали в узкую соревновательную дисциплину появляются лидеры появляются те, кто является более слабыми проигрывающими, естественно они бросают спорт они бросают спорт и вот здесь мы с вами приходим сразу к критическим зонам которые сегодня анализируются и смотрят где же мы теряем людей вот на каких этапах многолетней подготовки мы теряем людей и вот первый этап это вот завершение этапа начальной подготовки два-три года у ребенка была забава разнообразные упражнения, все интересно, утомления нет тяжелых нагрузок нет, особых требований нет а потом вдруг вы определили, что он является перспективным и переходит на следующий этап и уже начинается более, как говорится, серьезная подготовка занятие уже будет не три раза в неделю, полтора часа или по часу а будут уже пять-шесть раз в неделю по два часа нагрузки будут совсем другие требования другие, утомления и прочее все это менее интересно, менее эмоционально люди уходят из спорта, огромные потери вот идут на этом этапе и когда мы это видим, знаем мы естественно с содержанием тренировочного процесса также поддерживаем этот интерес и обеспечиваем то, чтобы дети не уходили из спорта не теряли интерес к подготовке и так далее если это сделано правильно, то по завершении пубертатного периода естественно у вас появляются возможности это очень важный этап для отбора в первую очередь, естественно, оставлять тех спортсменов которые способны показать выдающиеся результаты это еще одна большая проблема мирового спорта и нашего в частности тренеры стремятся оставить спортсменов, которые уже добились каких-то результатов оставить у себя в группах, несмотря на то, что у них нет перспективы и эти люди попадают в режим жесткой тренировки сначала ежедневные занятия, потом два раза в день занятия проблемы с учебой, со всем остальным дальше они эксплуатировали спортивные сооружения они удобны для журнала, так скажем они учитываются, они где-то начинают соревноваться с точки зрения выдающихся результатов они бесперспективны, но они тяжелым бременем ложатся на всю систему спорта и самое плохое, что они бременем ложатся на всю последующую жизнь этого человека в спорте он никогда результаты выдающихся, которые позволят ему добиться спорта того, чего можно добиться он не получит но он потеряет в образовании, он потеряет в здоровье, он потеряет в последующей карьере и прочее, прочее, прочее поэтому вопрос выведения из системы спорта высших достижений людей, которые по объективным причинам не могут показать их результатов которые могут привести славу спортивной организации, стране и так далее это тоже особая проблема вот сегодня, опять-таки, у меня часто обижаются наши спортивные руководители, чиновники и так далее когда я говорю, что зачем нам сегодня держать почти тысячу человек в системе централизованной подготовки затрачивая огромные средства и отвлекая этих людей от учебы, от последующей социальной адаптации от трудовой карьеры, от семейной жизни полноценной и так далее и держать их 6, 8, 10 лет в спорте, когда мы четко знаем, что эти люди никогда не покажут на мировой аренде ничего, что принесет славу им и стране и в этом плане сегодня во многих странах люди работают, потому что спорт стал очень дорогим делом и сегодня в интересах людей, которые не могут показать выдающихся результатов вовремя уйти, как говорится, в массовый спорт, в оздоровительный спорт, в студенческий спорт, в вузовский, его использовать как средство рекреации и оставить в покое тех людей, которые способны действительно добиться чего-то выдающихся, а силы сконцентрировать и средства сконцентрировать на тех, которые могут принести славу в стране, подключивая сегодня высокую социальную, политическую значимость спортивных побед. Это еще один такой момент, который уже проявляется очень важно, проявляется со всей очевидностью после окончания пубертатного периода. Когда детям уже 15 лет, 14-15 девочкам, 15-16 мальчикам, уже все ясно, что, как говорится, будет с этим человеком, что можно, как говорится, от него получить, будет ли выдающийся результат, или это будет, как говорится, спортсмен такого среднего уровня. Это тоже спорт, но этот спорт не заслуживает того, чтобы по 8 часов в день 10-15 лет жизни тратить на спортивные занятия. Но это отдельная тема, которая также должна учитываться. Следующий вопрос, когда мы говорим уже о третьем этапе многолетней подготовки, а это может быть в пятом, шестом, седьмом годе, то здесь, естественно, уже появляется чисто специальная часть. И этап-то, собственно, является специализированной базовой подготовки. То есть в основном уже смещается акцент в сторону специальной, но, естественно, это еще не подготовка к высшим достижениям, и это еще не жесткое соревновательное действие. Здесь нет никакой строгой эготичной периодизации, здесь нет таких понятий, как тяжелое утомление, отставленный тренировочный эффект, там, предсоревновательная подготовка и прочее, прочее. Это все для следующего, заключительного этапа, когда речь идет уже о подготовке к высшим достижениям. Когда спортсмен, условно, сегодня 19-летнего возраста, а в следующем году вы рассчитываете, что он выступит успешно в крупных международных соревнованиях, добьется права попасть в команду, значит, поедет на чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры и так далее, то вы в это время дадите ему все, что у вас есть в тренерском арсенале. Двухразовые тренировочные занятия иногда, трехразовые, огромные суммарные нагрузки, жесточайший спарринг, широкий спортивный календарь, среднегорье, высокогорье, спецпитание, фармакология и прочее, прочее, прочее. То, что позволит полностью мобилизовать тот природный ресурс, который есть у этого человека. Но это для 18-19-20-летних детей, спортсменов, а не для детей подросткового возраста. Там нет никаких гор, никакой фармакологии, никаких нагрузок, никакой периодизации и так далее, и так далее. Вот если все эти вещи построены планомерно, опираясь на три составляющие, я еще раз повторю, это освоение рациональное, планомерное всего учебного материала. На каждом этапе свои задачи. Второе – это четкая увязка всего этого дела с возрастными особенностями, потому что в различных возрастных зонах люди предрасположены к решению определенных задач, которые еще об адаптации, приспособлении к нагрузкам. А есть периоды, где это является очень опасным и способным разрушить карьеру и не привести ни к чему. Допустим, пубертатный период. Не дай Бог в этом пубертатном периоде заниматься напряженной силовой подготовкой с большими отрегащениями. Не дай Бог давать здесь тяжелые нагрузки, связанные со специальной выносливостью анаэробного характера. То, что связано с накоплением молочной кислоты в крови, мобилизацией полной анаэробного гликолиза. А узкая специализация во многих видах спорта этого требует. Но люди в этом возрасте, они не способны переносить этих нагрузок и не способны хорошо к ним адаптироваться. Но они прекрасно переносят мягкую аэробную работу под порогом анаэробного обмена. У них прекрасно повышаются возможности сердечно-сосудистой системы, все, что связано с утилизацией кислорода. Они после этих нагрузок очень хорошо быстро восстанавливаются. Такими нагрузками детей нельзя переутомить. Но если вы включили большой компонент анаэробной работы, то, естественно, сразу мы грубо нарушили вот эти закономерности, которые связаны с настроимчивостью к нагрузкам в этом возрасте. Следующий вопрос. Если большие отягощения, значит, неизбежно вы приводите спортсменов к тому, что у них будет замедляться рост. И резко возрастает вероятность травмирования, в первую очередь, хрящевой ткани, мышечной ткани, сухожильной ткани. То есть большое количество здесь всякого рода факторов резко, все, естественно, нет причин. Кости растут быстро, мышечная система и соединительная ткань отстают. Вы даете нагрузки высокие на эту слабую ткань в возрастном плане. Естественно, это приводит к всякого рода негативным вещам. Даже примеры можно приводить. Это исследование проводили с девочкой, которая специализируется в спортивной гимнастике. Девочки, которые в пубертатном периоде в силу полученных травм находятся на постельном режиме, растут в это время значительно быстрее, чем их свертельцы, которые тренируются. Потому что сама тренировка, которая ложится на этот период, приводит к таким вещам. Другое дело, когда мы берем уже спортсменов 19-20 лет, там уже нет никаких проблем. Эмитилии уже могут и психологически, они к этому готовы, и функционально самое важное, потому что есть для этого соответствующая ферментативная основа. Они способны приносить тяжелые анаэробные нагрузки, они способны развивать вот эту выносливость, которая связана с потенциалом анаэробного гликолиза, они способны выполнять упражнения с большими отягощениями, у них достаточно сформировавшийся опорный аппарат, у них практически завершился рост, и так далее. То есть во всех случаях мы должны эти вещи положить на особенности возрастного развития. Особенно, я повторяю, опасным является пубертатный период и препубертатный год, полтора до пубертатного, и постпубертатный год, полтора после пубертатного. То есть практически речь идет о временном промежутке порядка 4-5 лет, в котором нужно очень бережно и очень аккуратно относиться к содержанию подготовки спортсменов. Понимаю, что если вы здесь делаете ошибки, не учитывая особенностей полового созревания, ну, у девочек раз сплошь и рядом приводит тяжелейшим последствиям поддержания здоровья. Тяжелейшим последствиям. И у мальчиков в меньшей мере, как говорится, негатив здесь связан, потому что со здоровьем здесь факторов риска значительно меньше. А вот с точки зрения спортивной результативности и последующих перспектив, конечно же, нарушения здесь, они тоже ставят крест на последующей колье. Поэтому содержание в этом периоде должно быть очень четко дифференцировано у мальчиков и девочек. То есть понимание того, что девочки в несколько раз более подвержены травмам, как реакция на одни и те же нагрузки по сравнению с мальчиками. У них восприимчивость и на перенесение тех или иных упражнений. У них есть двигательные программы, которые прекрасно ложатся на их возрастные особенности, на особенности полового созревания, и которые оказываются более перспективными, чем у мальчиков. И наоборот, есть огромное количество слабостей. То есть вот эти вопросы тоже являются исключительно важными. И в психологическом плане это является исключительно важным, потому что ранняя специализация, жесткая подготовка, она не может быть подкреплена высокими результатами, а в последующий год-два результаты стабилизируются или снижаются. Или нет того прогресса, на который рассчитывают. И люди испытывают разочарование не потому, что они не способны, а потому, что нарушена была система подготовки. К большому сожалению, у нас нет ответственности сегодня должной и нет подхода к этой проблеме, ну, как существует, допустим, в медицине, потому что врачи, они отвечают за то, что они делают. У нас, к сожалению, к большому, не хочу, чтобы меня обидели с тренером, просто объективная ситуация, традиции так сложились. Вот тренер ни за что не отвечает. Ученик перестал показывать результаты, а и кто или на его обиноват ученик. Его отчислили, убрали, а значит, еще много. А то, что это произошло вследствие того, что либо эта политика, государство не совсем правильное, потому что вот эта ориентация на успех, тогда, когда, как говорится, на него не надо ориентироваться, вот, она приводит вот к таким вещам. Или там тренер распешит, или опыта ему не хватает. А молодые тренеры стреляются обычно быстрее, им кажется, что те, кто до них работают, это люди менее способные. А вот он молодой, значит, счастлив, покажет ему нагрузки ребенок, прогрессирует, результаты растут, значит, ему кажется, что дальше так пойдет. Ничего дальше никуда не пойдет. Это неизбежно все провалится. Поэтому вот эти вот вещи, они должны, конечно, учитываться. Ну, я повторяю, есть социальные проблемы, допустим, уже 18 лет, 19 лет, вот этот 17 лет, этот этап, когда тоже вся система спорта высших достижений, и тренеры, и руководители спортивные, и вся в целом, как говорится, спортивная система должна быть готова к этому этапу. По той простой причине, что, ну, здесь человек должен определить свою судьбу, и он определяет ее под влиянием большого количества факторов. Тут и родители, и он лично, и друзья, и среда, и традиции, и давление со стороны различных спортивных организаций, со стороны других всякого рода организаций, со стороны больших учебных заведений, которые хотят привлечь, и так далее. И здесь очень многие люди тоже перспективные уходят, потому что они должны выбрать или поставить, положить 10 лет жизни в среднем, скажем, на спорт высших достижений, по 6-8 часов, а как, допустим, моносинхронное плавание российские выдающиеся спортсменки. 10-11 часов тренировки в течение дня, 10-11 часов, ни для чего не остается больше жизни. Для того, чтобы сделать такой выбор и 10 лет жизни последующий, который посвятит исключительно спорту, и все остальное, как говорится, убрать в сторону, и перспективы своей профессиональной карьеры, и, как говорится, проблемы определенные со здоровьем, и социальной изоляцией. Тут огромное количество всякого рода вопросов. Плюс материальные проблемы, потому что спорт высших достижений, для больших ресурсов, и не только государственных, или спортивных организаций, но и личных, сплошно, и рядом, и родители подчиняют очень часто свою жизнь интересам своих детей. То есть, очень сложный этап. И опять же, нужно к этому подходить с пониманием очень бережно и осторожно. Понимая, что если мы уже видим, что есть перспективы, то мы все должны сделать для того, чтобы показать этому спортсмену, почему надо ему идти в спорт высших достижений, почему ему нужно вот это сделать. И, напротив, не тащить туда тех людей, которые ничего от этого, кроме разочарования и всякого рода потери, они от этого не получат. Это еще один очень важный этап многолетней подготовки. Ну, в общих чертах, как говорится, вот этот момент мы закончим, а вот затронем вторую стадию. Вот первый принцип, если мы хотим людей, которые добились высочайшего результата в возрасте 20-21 года, стали действительно выдающимися спортсменами и так далее, и хотим их сохранить долго, долго, то первое, что мы должны выяснить, что мы не можем повторить еще ту же систему подготовки, которая привела к этому успеху. Правило, этот успех связан с тяжелейшей, огромной по объему, с высокой интенсивностью работы в течение заключительных двух лет перед достижением наивысших результатов. И в большинстве случаев двухразовые занятия, 1300-1400 часов в течение года, жесткие режимы тренировочной работы, все это приводит к тому, что два-три года такой подготовки, они полностью исчерпывают адаптационный ресурс человеческого организма по отношению к возможностям системы энергообеспечения, по отношению к основным двигательным качествам, уже больше ничего нельзя найти. Вы не добьетесь повышения максимального потребления кислорода, потому что два года достаточно для того, чтобы вы достигли максимального предела. Вы не добьетесь повышения максимальной концентрации лактата в крови, допустим, как показателя энеробных возможностей. То есть вы не добьетесь успехов серьезных силовой подготовки, если не пустить ее по пути травмирования мышечной ткани, гипертрофии мышечной ткани за счет с сателлитных мышечных волокон, которые просто приведут к наращиванию объема при одновременно потере силовых качеств или стабилизации. Если вы не пойдете этим путем, то у вас никаких перспектив нет. Поэтому возникает вопрос, а что же нужно делать? Первое, как принцип, это объем работы должен быть сокращен. В отдельных случаях это бывает и 50%. Очень многие люди переходят в одноразовые тренировочные занятия и долго держатся в спорте. По 10 лет и самое удивительное улучшают результат. Потому что 70% работы по объему, по отношению к предыдущей, достаточно для того, чтобы сохранить прежний уровень адаптации важнейших функциональных систем, значимых для данного видоспорта. Вот то, что мы подводим под такое общее понятие. Функциональная подготовленность, имею в виду возможности, двигательные качества, потенциал системы энергообеспечения и так далее. Вот это все поддерживается 70% работой относительно той, которая была сделана в наиболее напряженный период подготовки. А все остальное – это качество. Это качество движений, это качество двигательных действий, это огромное значение имеет опыт, это экономизация техники, это психологическая подготовка и так далее, это изучение всех своих конкурентов, соперников, это все время совершенствуются внимательные модели с постоянной ее все более и более глубокой индивидуализацией и много других составляющих. Вы подавляющее большинство присутствующих сейчас здесь и участвующих в этом вебинаре, они прекрасно понимают, что здесь огромное количество есть для творческой работы, для того, чтобы индивидуализировать подготовку и качественную сторону вывести на первый план по отношению количественные, а 50-70 процентов оказывается для разных спортсменов достаточно. Вот посмотрите карьеры, допустим, выдающихся велосипедистов. Молодые спортсмены, которые из самых знаменитых в мире, я не буду называть фамилию, на 6 лет, на это время анализируют биографию каждого, они вышли на уровень пик готовности, выполняя огромнейшие объемы работы, часто более 40 тысяч километров в течение года, а некоторые случаи 46-47 тысяч километров в течение года. То есть абсолютно фантастический объем. Порядка 20-ти с лишним тысяч только соревновательного объема. И они вышли на высочайший уровень, но те, кто сохранились в спорте долго, они, как правило, потом на 40 процентов в среднем снизили нагрузки. Сохранили соревновательный объем, несколько его уменьшили, резко сократили тренировочный объем. И вышли там 43-44-45 тысяч километров, там на объем под 30 тысяч. Что позволяет им сохранить уровень высокой функционального потенциала и в то же время не угробить здоровье, сохраниться долго в спорте. Понимаешь, что другой путь, он идет только к износу. Он идет в то, что мы называем переадаптацией, он идет в перетренированности. То есть, если нет адаптационного ресурса, вы, как говорится, в эту точку грузите все время и даете огромнейшие нагрузки, то, естественно, чем будет реагировать спортсмен? Раньше он реагировал адаптационными перестройками, а здесь он будет реагировать спортивными травмами, значит, разрушением вот того, тех факторов, которые предопределяют уровень высокой подготовки. То есть, вот здесь это очень важный момент. Поэтому, говоря вот о последующих этапах, это, ну, так сказать, как литмотив, это повышение, это ориентация на качественные характеристики тренировочного процесса. И здесь есть еще, опять же, свои зоны, как говорится, очень опасные. Для многих спортсменов, в том числе и для наших спортсменов, вот это достижение выдающихся результатов, в относительно молодом возрасте, 20, ну, не относительно, просто молодом, 22-24, казалось бы, после этого еще может быть огромнейшая и успешнейшая карьера. Но когда человек за тот огромный труд, как он привык к огромному труду, к огромным нагрузкам, он не привык к сладьбе, он не привык к успеху, он не привык к деньгам, и тут на него обрушивается вот этот колоссальный успех. Слава, пресса, деньги, возможности, а заключаемой огромной трудоватской работой. И очень многие люди не способны вот перейти на следующую тяжелейшую стадию и сохранить себе вот тот потенциал, который позволит напряженно работать. И здесь, кстати, очень плохую роль. Играют спортивные организации, особенно вся эта категория людей, которые относятся к спонсорам, к меценатам, значит, к рекламодателям. То есть они втягивают этих детей, этих успешных детей, превращают их в политику, превращают их в популярных этих людей в стране, средства массовой информации, там, приглашения, встречи всякого рода, мероприятия и прочее. И люди, которые полгода буквально после своего успеха оказались, они уже, как правило, очень многие из них не могут вернуться к тяжелейшей кардской работе, к которой они привыкли. Это тоже очень опасный момент, и он опасный для них лично, потому что они свою успешную карьеру, которая может быть, и привести, может, совсем к другим результатам, чем то, что у них есть сегодня, они эту карьеру вынуждены будут потерять и остаться спортсменами, как говорится, там, одного года, двух лет, добившимися высоких результатов, но не имевшими того, что дает продолжительная карьера. Это еще один очень такой важный и существенный момент, который должен учитываться. Но в целом, завершая, еще раз хочется обратить ваше внимание на то, что существует два, две модели развития спорта. Одна модель ориентирована на достижение наивысших результатов в оптимальной возрастной зоне и демонстрацию их крупнейших соревнованиях, а вторая модель ориентирована на широкую эксплуатацию соревновательного календаря в разных возрастных группах и так далее, и так далее. Вот на чем американцы проигрывали в свое время, это же позорище было, когда они, ну, четыре олимпийских цикла были слабее команды Восточной Германии. 16 миллионов населения, маленькая страна, со слабой достаточно экономикой. Вот. Ну, более того, с населением таким очень сложным и так далее. Но выигрывать в Великой Америке спортивные державы, которые школьный спорт, университетская, огромную маслость. На чем они? На том, что вся система восточного спорта была построена от А до Я, на оптимальный возраст, на Олимпийские игры, на чемпионаты мира. Все. Все остальное убиралось. Все остальное не существовало. Очень узкий круг спортсменов, особенно одаренный, мощная система отбора и вся нацеленность на оптимальный возраст и на эти соревнования. И вот это первый фактор. А второй фактор – рациональная подготовка в течение года, рациональная ее периодизация, которая позволяла вывести спортсменов на пик готовности в главных соревнованиях. Это то, о чем мы сейчас поговорим, когда будем говорить о построении годичной подготовки. Вот эти два фактора – многолетняя рациональная подготовка и культ таланта с ориентацией на оптимальный возраст и рациональная периодизация годичной подготовки. Каждый немецкий спортсмен 7 из 10 показывали либо личный рекорд, либо, если уже были спортсменные возрасти, лучший свой результат, который был характерен для их карьеры на главных соревнованиях, в данном случае на олимпийских играх. 7 из 10. А американцы – 1-2 из 10. А пик у них был где-то, как говорится, на других соревнованиях, обычно на национальных чемпионатах, которые у них, вследствие той системы, которая у них существовала, они у них были важнейшими соревнованиями. Все, вот два фактора определили. В Америке это был спорт возрастных групп, спорт в школе, спорт студенческий и прочие, и прочие национальные чемпионаты. А в ГДР это было тупо нацелено только на поиск талантливых, культивирование их таланта, устранение всех остальных из системы спорта, улучшить все, что могла дать и наука, и организация, и прочее. Этого подала для тех наиболее одаренных людей. И рациональная подготовка и к многолетнем плане, и в годичном плане в главном соревновании. Вот это обеспечивало, обеспечивало результат. И это обеспечивало их большего преимущества отношению к советской системе. Потому что у нас существовали, вы знаете, молодежные игры, школьные спартакиады, там, где Украина конкурировала с Москвой, там, Ленинград, с Белоруссией и так далее. Вот эти вопросы, они всячески стимулировались, плюс разрядные нормативы, плюс журналы, два кандидата мастера спорта, это уже учебная группа, больше учить мне ничего не надо. Все это приводило к тому, что у нас было детей вовлечено в систему спорта в лучших достижений в 15 раз больше, чем в Восточной Германии, по естественным причинам. Население 300 миллионов и 16 миллионов. А результативность этой системы у нас в отделе видах спорта была ниже, чем в ГДР. Допустим, на одного выдающегося класса, велосипедиста, который попадал в сборную команду в Советском Союзе, у них попадало два таких спортсменов Восточной Германии. То есть два раза интенсивные обновлялись в сборную команду в них при очень, при минимальном, как говорится, человеческом ресурсе. Вот за счет этого они выигрывали. Сейчас американцы это все выяснили. Американцы сейчас, вершина всего, это Олимпийские игры. Как только они это сделали, а это они сделали в течение последних 6-8 лет, после пекинского провала, после пекинского провала, все считали, что все, уже от Китая нет никакой защиты. Американцы перестроили всю систему подготовки на Олимпийские игры. Взяли все восточноевропейские модели, всю систему периодизации, наслоили это на свой огромный потенциал и кадровый, и научный, и так далее. Связали это воедино, взяли лучший восточный опыт. Хотя вы знаете, Америка это такая нация, которая не склонна брать что-то из чужого опыта. То есть они считают, что в рамках их собственных границ, как говорится, все достижения находятся. Но в данном случае они это сделали. Равно приглашение большого количества выдающихся заубежных трейлеров, которые приехали в Америку и поставили во многих видах спорта соответствующие тренировочные центры, добились успеха и прочее, прочее. Но вдруг они это переломили в эту сторону, сразу проявился весь их огромный потенциал, спортивный, материальный и прочее, прочее. И они, допустим, игры в Рио-де-Жанейро выиграли с огромнейшим отрывом Китая. Чуть ли не двукратное преимущество. А в Пекине огромное поражение, так скажем. То есть вот эти вот моменты, они являются очень важными. Поэтому вот эта технология многолетней подготовки, построения годичной подготовки, она является исключительно важной. Следующий вопрос, который мы с вами затронем в рамках того небольшого времени, которое у нас осталось, это вопрос о построении годичной подготовки. Мы привыкли к тому, что, значит, существует определенная периодизация, есть там подготовительный период, базовая часть, специальная часть, потом соревновательный и прочее, прочее. Но все это возникает уже только на третьем этапе многолетней подготовки в виде фрагмента. Первые пять лет никакой периодизации, никакой подготовки к соревнованиям. Весь тренировочный процесс на фоне восстановления. Каждое тренировочное занятие спортсмен должен подойти неутомленно. Разновразнейшая работа и прочее, прочее. А уже в конце третьего периода, через 6-7 лет после начала спортивной карьеры уже возникает вопрос подготовки к соревнованиям. И возникают элементы периодизации подготовки, которая должна быть ориентирована всем своим содержанием, чтобы успеха добиться в главных соревнованиях. А Гула вообще взялась эта модель периодизации и весь подход. Ну, взять далекие времена, допустим, начало этого века, первые 3-4 десятилетия прошлого века. Это все было связано во многом с тем, что виды спорта носились с сезонный характер. Не было закрытия плавательных бассейнов, не было конькобежных стадионов и прочее, и прочее. Поэтому все, все межсезонья люди должны были закладывать какой-то базовый фундамент, заниматься так называемой общей подготовкой. А вот с выходом на воду, допустим, в гребле, начинать уже и так специальные подготовки. Получался подготовительный период, условно, лыжная подготовка, все остальное, значит, а потом началась специальная подготовка с выходом на воду. Это было везде, плавание, зимние виды спорта, все, значит, тревные виды спорта и прочее, прочее. Но в 50-е годах, и это во многом благодаря такому очень известному, слава, дающемуся специалисту от прошедшего столетия, профессору Матвееву из Москвы, который проанализировал огромный массив знаний в этом и показал, что спортсмены выше его класса, а он в общей сложности изучил биографию около тысячи спортсменов, способны показать наивысший результат в очень короткое время. Очень короткое время. Нельзя удержать состояние, то, что он назвал состояние спортивной формы, длительное время. Это очень короткий всплеск. Это две недели обычно. А потом идет неизблежный спад результатов. И вот это, вообще этот материал, он пришел вот к той теории периодизации, которая потом проникла в литературу и у нас, стране и за рубежом. И идея ее основная – это выхода на пик готовности в главных соревнованиях. И опять здесь сегодня существует два подхода. Очень многие люди говорят, что вот эта теория периодизации, она устаревшая, она не соответствует сегодняшним временем. Да, конечно же. Она конкретными схемами там не соответствует. Потому что календарь спортивных соревнований 60-х годов ничего общего не имеет сегодняшних календарей. Несколько соревнований, одни или два главных соревнования в течение года. И совсем другое сегодня, когда 10-11 месяцев сплошно идут соревнования, эти притягательны по одним причинам, те притягательны по другим и прочее. Да, те схемы не годятся никуда. Но теория периодизации, то, что развивал Матвеев, его концепция – это не схема, а это закономерности, объективные закономерности становления мастерства в течение года, которые позволяют выйти на пик готовности в главных соревнованиях. Вот это состояние наивысшей функциональной подготовленности. Если вы рационально построили подготовку, то вы вывели спортсмена на наивысший уровень подготовленности. А мы понимаем, что наивысший уровень функциональной подготовленности, когда у вас очень высокая работоспособность, очень высокий уровень проявления различных качеств. Естественно, это связано и с хорошим психическим состоянием, потому что вы видите, что вы все можете делать и так далее. Почему это приводит в конечном счете? Это всегда приводит к тому, что у человека реализуется все хорошо. И техника будет хорошая, и тактика будет хорошая, и психологическая готовность будет и так далее. А если вы функционально находитесь в яме, плохо спитеры, водоспособность снижена и так далее, то вы уже ничем не спасете этого спортсмена. Поэтому выход на пик функциональной подготовленности – это особая проблема. И, повторяю, удержать это состояние нельзя долго. Вот возьмите конкретный пример. Условно. Олимпийские игры – все призеры в легкой атлетике. В легкой атлетике призеров. А потом они через месяц-полтора едут на соревнования коммерческие. Да, по линии бриллиантовой лиги. Огромные призовые деньги. Люди, конечно же, понимаете, стараются там показать все, что они могут. Никто из тех, кто победил на Олимпийских играх или оказался призером, не может повторить свой результат через месяц, через полтора. Все валятся вниз. Профессиональные велосипедные гонки. Джиро Италия, Тур-де-Франц, Вельта Испании. В разное время проводятся. Весеннее, летнее, начало осени. Те, кто выигрывает Джиро Италию, никогда ничего не сделают на Тур-де-Франц и на Олимпийских играх. Те, кто выступает успешно на Тур-де-Франц и Олимпийских играх, всегда плохо выступали Джиро Италии, плохо выступят Гоэль-Та-Испании. Невозможно удержать это состояние дома. И поэтому опять возникают вопросы. Здесь тоже два направления развития спорта. Одно – это освоение широкого спортивного календаря. В Англии в календаре 400 соревнований в мировом календаре сегодня со всякого рода, как говорится, стимулами, материальными интересами и прочее. Огромный календарь. В теннисе огромное количество соревнований. Спортсмены, выдающиеся спортсмены, которые в этом виде спорта специализируются, участвуют в 20-26 турнирах в течение года. Невозможно перенести такую соревновательную практику. И если вы пошли по этому пути, осваивая широкий календарь в силу разных причин, это один путь. И второй путь – это подготовка к главным соревнованиям года. И здесь возникают принципиальные противоречия, характерные для всего мира. Это противоречия между интересами государств, которые ставят на олимпийский результат, финансируют в основном олимпийскую подготовку. Понимаем эту огромную политическую и социальную значимость, которую эти игры играют. И они оторвались по этой показателям в большинстве стран мира. На огромное расстояние от всех остальных проявлений спорта. Но это знаем, что хорошо у себя. Сравните сегодня эффективность, допустим, последующую эффективность результатов спортивных, допустим, показанных на чемпионате мира, допустим, выигрыш чемпионат мира, и победы на олимпийских играх. Посмотрите, как это социально и исторически воспринимается. Олимпийский чемпион – это ас. Результат один и тот же. Конкуренция на чемпионат мира такая же. Результаты добиться победы не менее тяжело, чем на олимпийских играх. Олимпийские игры ценятся совсем по-другому. Если государство поставило такую задачу, финансирует олимпийскую подготовку, вот это предполагает, чтобы вся система годичной подготовки, во всяком случае год, предшествующий олимпийских игр, была построена таким образом, чтобы вывести спортсмена на пик готовности к моменту поведения. Если мы начинаем эксплуатировать широко спортивный календарь, начиная с осеннего периода и в сквозную, как говорится, вплоть до июля месяца, то это другая система соревнований. Будет в среднем обеспечен достаточно высокий уровень результативности в течение года. Будут высокие результаты, но всегда будет провал на олимпийских играх. И примеров из мировой практики можно приводить здесь огромнейшее количество. Вся статистика говорит о том, вот допустим, возьмем наши виды споров. У нас на прошедших олимпийских играх, для меня это было удивительно, когда посчитали специалисты, что у нас было 18 спортсменов в легкой атлетике, которые имели результат лучше, чем у призеров олимпийских игр. Свой индивидуальный лучший результат. Из них 6 имели лучший результат чем у чемпионов олимпийских игр. Все готовились к олимпийским играм. Лучший результат здесь исторически, это 7 из 10 спортсменов выходят на пик готовности. Молодцы, это всегда личный рекорд. А уже в Великобротовске это повторение своего результата. 7 из 10. У нас из 18 ни один не показал своего лучшего результата года. Потому что за это время они соревновали в огромном количестве соревнований. Такая же ситуация, допустим, сегодня в плавании. Вот если какие-то соревнования Мариноску. Это, насколько я помню, помню с 2002 года. Такая гостинично-туристическая компания проводит эти коммерческие соревнования в июне месяце. Средиземноморье, курорты, хорошие города, Монако, Барселона и так далее. Это коммерческие соревнования. Ну, понятно, для чего-то фирма их проводит и так далее. И, естественно, наши спортсмены и многие другие обожают посещать эти соревнования. Июнь месяц посвящается Мариноску. Рациональная подготовка требует вот этой четкой структуры так называемого этапа непосредственной подготовки. Заключительный этап подготовки к крупнейшим соревнованиям. Это, как бы сказать, азбучная истина, элементарная, которая сегодня всем известна уже 50 лет. Если вы хотите вывести спортсмена на пик готовности, то важнейшим моментом является вот этот заключительный двухмесячный этап. И он должен состоять из двух частей. Вот эта часть перед играми, три недели обычно, плюс-минус 2-3-4 дня. Три недели – это шлифовка, подводка, это технико-тактические детали, это 30, 40, 50, 60% нагрузки, это отработка моделей соревновательной деятельности, психологическая настройка, это особый режим питания и прочее, прочее, прочее. То есть это все чистая подводка к старту. А перед этим пять недель должно быть абсолютно адской работы. То есть это люди должны полностью перенести нагрузку, те, которые в возрасте, это повторить то, что они когда-либо делали с точки зрения суммарной нагрузки. А молодые спортсмены – это плюс 15%, плюс 20% по отношению к тому, что было когда-либо раньше. Это двухразовые тренировочные занятия, огромные объемы работы еженедельной. Значит, дальше это среднегорная жесткая подготовка, это жесточайший спайл. То есть это работа на фоне утомления и прочее, и прочее, с тем, чтобы, знаете, пять недель сформировать очень мощный, мощный стресс, мощное стрессовое воздействие на организм, который вгоняет его, ну, я не хочу так сказать это слово, но идея такая, что в паническое состояние, которое заставляет адаптироваться. И только вот эти нагрузки завершаются, пятинедельные, тут сложная технология, все должно быть правильно построено и так далее. Но это уже вопрос чисто техники. А потом создается три недели, мягкая работа, малые нагрузки, восстановительные процедуры, шлифовка, детали, технико-тактическая настройка и прочее. Вот эти три недели на то, чтобы вот этот стресс, который был, как говорится, предоставлен в течение пяти недель, тяжелейший нагрузочный стресс, преобразовать вот то, что называется отставленный тренировочный эффект и вызвать уровень адаптации, обеспечить организму вот этот защитный скачок с тем, чтобы вывести человека через три недели на более высокий уровень адаптации, как следствие применения вот этого нагрузки. Это азбучная истина. Это сегодня не отрицает никто. Впервые это было сделано в 70-х годах в Советском Союзе ПДР по совместным программам. А потом шлифуется, шлифуется, и сегодня вся мировая литература пронизана данными, структура вот этого этапа непосредственной подготовки. А что получается, когда вы весь июнь месяц прокатались по курортам? Можно на курортах тренироваться напряженно и соревноваться одновременно в коммерческих соревнованиях? Естественно, нет. Когда вы в этот июнь месяц прошли по этим соревнованиям, то нечего делать на Олимпийских играх. И эта практика нашего плана уже показывает, начиная с 2004 года, очень успешно. Очень успешно. Поэтому возникает здесь очень важный вопрос, и это вопрос для руководителей. Нужно выбрать, какой спорт мы развиваем. Да, сегодня у федерации есть свои интересы, у них коммерческие соревнования, у спортсменов свои интересы, у тренеров свои интересы и так далее. И нет вопросов никаких, и надо это учитывать. Но если есть предолимпийский, хотя бы если есть предолимпийский год, то, естественно, все должно быть посвящено Олимпийским миром, если государство финансирует Олимпийские игры. Вот мы в Рио-де-Жанейро получили в два, в два с половиной раза меньше металей, чем мы могли получить, если мы строили рациональную подготовку в течение года, ориентированную на Олимпийские игры, а не на освоение коммерческого календаря и соблюдение интересов федерации. В два с половиной раза. И не было бы позора никакого, и не было бы вокруг этого прессы негативной, и не было бы самое ужасное, это сломанных судеб тех людей, которые хотели стать Олимпийскими призерами. И могли ими стать. Могли ими стать. Вот этот вопрос тоже является очень важным для того, чтобы, ну скажем, обсуждать и понимать того, что на сегодняшний день система подготовки спортсменов, это очень сложная наука. Это очень сложная наука, которая должна опираться на знания и возрастной физиологии, и возрастной морфологии, и особая, как говорится, область сегодня проблемы спортивной медицины, это и фармакология, и таксиология. То есть огромное количество составляющих должно быть объединено для того, чтобы мы рационально построили процесс подготовки. Но основной это ориентация. Какой спорт мы развиваем сегодня? Если многолетние планы, либо это детская система, и сплошные соревнования, и праздники для детей, и отвлечения их от улицы, и так далее, это один подход. Если это максимальная ориентация на реализацию природных задач, достижение наивысших индивидуальных результатов в оптимальном возрасте, это второй подход. Год. Если мы ставим задачу соревноваться 10 месяцев в году, ездить на соревнования, подготовка между ними, как говорится, полустихийная, это один подход. Если мы всю подготовку подчинили Олимпийским играм, а все соревнования остальные проходим по ходу, без соревнования, если мы не нарушая хода подготовки, не обеспечивая от них целенаправленной подготовки в ущерб планомерной подготовке главным соревнованиям, это другой подход. И вот эти вещи, конечно, они должны быть управляемы, это задача сегодня и министерства, и национального олимпийского комитета, и федерации, которые должны находить консенсус. И думают, что если это год олимпийский, значит, все должно быть подчинено Олимпийским играм. Если год другой, значит, то это может быть все подчинено интересам федерации, интересам спортсменов, интересам тренеров. Но если финансируется олимпийская подготовка, деньги тратятся на олимпийскую подготовку, то должна обеспечиваться олимпийская подготовка. На чем сегодня добились результаты? Великобритания, Канада, Норвегия и так далее. Все деньги собраны из жесточайшей контроля с позиции подготовки к олимпийскими играми, никакой самодеятельности. Из жесткой контроля за качеством подготовки, ориентированной на олимпийские игры. А интересы остальные все в сторону. Интересы федерации в сторону, интересы территории в сторону, интересы спортивных организаций в сторону. Ровно в той мере они учитываются, какой они не мешают олимпийской подготовке. И это все сделано программами, это все сделано жесткими договорами с тренерами, спортсменами и так далее. Система может быть, ну как скажем, недемократична, понимаете? Но те, кто заказывают результаты и платят на эти деньги, за это деньги, они должны быть уверены в том, что это будет делаться ради того, чтобы этот результат получить, а не для решения других задач. Деньги на одно, а тратим их на другое. Ну, тема, которая безгранична, поэтому мы только, как говорится, наживим, если можно сказать, такие моменты, которые, на мой взгляд, должны попасть в круг вашего внимания, в круг ваших интересов. На этот счет существует большая литература, она не противоречима сегодня. В общем-то, эти все вещи недостаточно понятны, ясны. Но я думаю, что вот этот опыт, который сегодня имеет Национальный олимпийский комитет по части организации вот этих вебинаров, возможно, будет иметь смысл, я как вам случайно предложил, чтобы через какое-то время мы начали проводить для тренеров подобные мероприятия, но по более узким вопросам, которые связаны уже с технологией тренировочного процесса непосредственно. Допустим, даже такая проблема, как рационально построить разминку, как рационально построить соревновательный день, когда несколько стартов, допустим, в борьбе, допустим, несколько поединков в течение одного дня, и от первых же схваток вы выходите в финальную схватку. Как рационально построить режим подготовки здесь, разминку, как дополнить там специальным питанием и прочее, прочее. Как заключительные дни перед соревнованием, как строить микроциклы, как строить программы занятий при двух-трех занятиях в течение дня и прочее, прочее. То есть есть масса частных вопросов, которые могут иметь не меньше интерес, чем такие вот общие, потому что вот эти вот аж и общие встречи, которые имели место в течение этих двух месяцев, вот они были в основном, как вам сказать, посвящены были таким, ну, более таким широким обзорам, с тем, чтобы привлечь ваше просто внимание к значимости серьезного, скажем, научного и профессионального подхода к современной спортивной подготовке, потому что другой не может сегодня обеспечить никаких результатов, потому что весь мир над этим серьезно работает. И, конечно, тренер здесь является центральной фигурой, его знания, квалификации и все остальное. Я уже говорил, а половина таланта, а половина – это глубокие знания. И ни одно, одно без другого не работает. Если нет таланта к этой деятельности, вы не получите результата. Но если есть талант, но нет знаний, сегодня вы тоже не получите результата. Поэтому мне бы хотелось пожелать это увидеть и пожелать сельских успехов в этом мире. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Николаевич. В чате у нас много благодарственных отзывов вам, поэтому действительно спасибо большое за глубокую, профессиональную и интересную информацию. Переходим к вопросам. И в самом начале хотелось бы уточнить, насколько нам известно, при Олимпийском институте открывается магистратура, спортивная тренировка и тренерская деятельность в олимпийских видах спорта. Какие планы и задачи стоят в этом направлении? Ну, вы знаете, я бы даже шире ответил бы на этот вопрос. Вот сам факт создания в Национальном университете физического спорта Украины Олимпийского института, он направлен на то, чтобы радикально изменить отношение к научным исследованиям, которые проводятся у нас в стране. У нас огромное количество людей занимается изучением большого количества всякого рода частных моментов, которые связаны с теми или иными сторонами подготовки, значит, с теми или иными видами спорта и так далее. И это, вот эта узкая, как говорится, ограниченность интереса, она приводит к тому, что люди теряют широкий кругозор, теряют видение проблемы в целом и теряют способность найти место своим узким локальным данным в общей системе знаний. Поэтому мы всю деятельность Олимпийского института подчинили не изучению каких-то частных моментов, а изучению и обобщению огромного массива мирового знания, которое накапливается, я бы сказал, все возрастающимися темпами. То есть в мире существует, можно сказать, что каждый год появляется более тысячи интересных публикаций, которые требуют осмысления, извлечения оттуда наиболее интересного, значимого и включения в систему знаний, когда речь идет о подготовке молодых людей в вузах и когда речь идет о повышении квалификации уже работающих специалистов. И поэтому мы из состав кадрового вот этого учреждения подобрали из числа тех людей, которые способны к такой аналитической широкой работе, способны анализировать это знание, синтезировать, доводить его до уровня реализации в инфекционном материале, в издании соответствующей учебной и научной литературе и прочей. Естественно, что это сразу привело к тому, что логично было бы в рамках этой работы открыть такое направление, как обучение в магистратуре, имея высший уровень образования и специального образования, и понимание того, что в мире сегодня произошло сознание, что самая сложная и самая важная и интересная работа в системе спорта – это тренерская работа. И, к большому сожалению, исторически сложилось так в западных странах, кстати, на чем они проигрывали хронически всему восточноевропейскому блоку. У них не было системы подготовки тренеров. Они считали, что тренером может быть любой человек, получивший там уровень бакалаврата общего профиля, и просто бывший спортсменом высокой квалификации. Вот эта радикальная ошибка, она, естественно, приводила к устарщине, приводила к тому, что в основном вот эта вся методика тренировки, допустим, даже американскую, в 50-е, 60-е годы, австралийскую и так далее, она в основном шла от практики, от взглядов индивидуальных каждого тренера. Без глубокого, у них каждый придумал свои термины, свои подходы, ну, друг у друга учились чему-то и так далее. Сегодня жизнь изменится. Сегодня огромный массив научного знания. Почему произошло? Потому что в спорте появились очень большие деньги, появилась большая исключительно блеска возросла политическая значимость, экономическая. Если раньше, допустим, в основном это концентрировалось в Восточноевропейском блоке, Советский Союз, Восточная Германия, Болгария, ну, в какой-то мере там Польша, Румыния, вот, а западная вся наука, она не была связана со спортом. Спорт это в основном вот такой, скажем, сферой чисто тренерской, чисто шедшей от практики. А вот за последние 30 лет, в силу, вот я уже сказал, тех причин, что деньги огромные, популярность огромная, особенно то, что касается Олимпийских игр, устремилась западная наука, она наработала огромнейший массив знаний. И все увидели, что на сегодняшний день получение тренерской специальности на высоком образовательном уровне, это является принципиально важной, является принципиально важной вещью, которая обеспечивает успех не только отдельного тренера, но в целом страны в развитии спорта, успех на мировой арене, на Олимпийской арене и прочее, прочее, прочее. Вот отвечая на этот запрос, мы решили открыть магистратуру, имея в виду возможности, сегодня потребность есть в разных странах, начиная от тех стран, которые на полсоветском пространстве находятся, получение добротного образования, тренерского, опирающиеся, повторяю, на современную систему мирового знания, а не на взгляды там отдельных специалистов, которые у нас сами, как говорится, были в узких рамках подготовлены, и, как говорится, владеют своими материалами, но не имеют возможности или, не знаю, способности обобщить все то, что накоплено в мире, и накапливается, обновляется и прочее, и прочее, и прочее. То есть вот мы вот на это сориентировали специалистов, и на это всю систему образования строим, ориентируясь сегодня и на зарубежных студентов, потому что потребность есть и в арабском мире, и на полсоветском пространстве в таком образовании, и в Латинской Америке и так далее, и одновременно ориентируясь, мне кажется, это особо притягательным для спортсменов высшей квалификации. Вот мы сегодня в олимпийском спорте, имея в виду те виды спорта, которые в программе олимпийских игр, и те виды, которые являются признанными избранным олимпийским комитетом в качестве олимпийских, но не представлены в программе олимпийских игр, но являются олимпийскими, таких в общей сложности у нас порядка двух тысяч спортсменов. Очень многие из них имеют какое-то образование. Некоторые закончили там не специфические вузы, некоторые закончили специальные вузы, они уже перешли вот эту границу, когда закончили обучение, продолжают находиться в спорте. И сегодня перед этими людьми стоит острейшая проблема. Спорт стал другим. Уходят не в 20-22 года, когда раньше нужно было построить, всю жизнь после этого уходят 30-35 лет. И уже никакой карьеры профессиональной здесь построить не удастся. Профессиональной, серьезной карьеры, кроме спортивной. И нужно видеть, что спортсмены высокого класса, которые прошли вот эту богатейшую спортивную карьеру с ее результативностью, они имеют в виду, блестящее образование, которое не способны иметь те люди, которые не прошли вот это горнило большого спорта. Это 50% образования. Это очень важная часть, но это 50%. А второе, то, чего они не имеют в силу объективных причин. Это те знания, которые нужно иметь для тренерской специальности. Если мы сегодня вот через эту магистратуру за полтора года, там сколько обучения, 16 месяцев, значит, тем более же мы хотим поставить это все в дистанционном режиме, без отрыва от тренировочных занятий, вот используя такие же методы, которые мы используем с вами сегодня. Построить эту систему, то спортсмен, который уйдет из спорта, закончит карьеру, он может получить серьезное тренерское образование. Сегодня в глобальном мире, когда, смотрите, масса наших спортсменов, тренеров работает за рубежом. Я вас продумала с преподавательницей недавно, хорошая преподавательница мастер спорта по синхронному плаванию, в силу объективных причин переехала в Швейцарию. Через полтора года она уже была тренером сборной команды Швейцарии. Масса примеров сегодня, когда наши тренеры прекрасно адаптируют. Это, так сказать, профессия, которая в разных странах мира сегодня не имеет безработицы. Люди очень хорошо устраиваются, если не может устроиться чисто в спортивных организациях. Многие идут работать в фитнес-центрах, в фитнес-центрах, если они хотят быть популярными. Вот эти спортивные секции с ориентацией тоже на спортивные результаты, особенно в детском спорте, они тоже имеют место. И сегодня, кстати, в значительной мере детский спорт перемещается в сторону фитнеса. Потому что там спортивная составляющая является очень важной. Просто дети не хотят приводить детей, когда нет соревнований. Поэтому вот это получение вот этого образования, мне кажется, очень важно для тренеров. Прошу прощения, для спортсменов высокой квалификации, которые сегодня находятся в системе и которые, когда завершат спортивную карьеру, они к своим спортивным результатам, что является очень важным. Потому что когда в спортивный зал в качестве преподавателя заходит победитель или призер олимпийских игр чемпионата мира, это уже визитная карточка. Это уже отношение к этому человеку со стороны родителей, со стороны учеников. Его способность привлечь детей – это огромный стимул. Но к этому нужно приложить знания. И я думаю, что никого я не обижу, когда я скажу, что спортсмен в силу объективных причин он не может получить добротного знания. Даже в рамках института медицинской культуры он не может получить, потому что невозможно полноценную подготовку сочетать с тренировочной деятельностью уже чисто по временам и нагрузочным причинам. Вот этот вот момент мы хотели бы восполнить и по отношению к спортсменам высокого класса. Думаю, что это окажется интересно. Во всяком случае, мы попробуем, что из этого получится. Если будет потребность, будет желание, будут люди, которые хотят это увидеть, значит мы с удовольствием это сделаем. Если не будет это получаться, потому что, вы знаете, социальная ситуация непростая и по-разному может случиться, но не будет, значит мы этот вопрос, ну как бы сказать, сузим. Владимир Николаевич, здесь есть как раз в продолжении два уточнения от наших участников. Когда планируется открытие магистратуры и как попасть и кому можно попасть в эту магистратуру? Значит, ну первый вопрос, что учебный процесс начнется, первый год начнется с октября месяца. С октября месяца или с ноября месяца, я не могу точно сейчас сказать, но во всяком случае, весь этот, вся эта вступительная кампания, подача документов и все остальное, это будет 200-летний период. Вот, значит просто мы, почему я сейчас отвечаю расплывчато, потому что, видите, ситуация сложная, там коронавирус, не поймешь как и что, само министерство это звание еще не определилось до конца. Ну, во всяком случае, мы через неделю на все сайты, мы договорились сегодня с Сергеем Назаровичем, с вами мы договорили на эту тему, что на сайте Национального Олимпийского комитета будет вся подробная информация по этой магистратуре, на сайте нашего университета, на сайте Олимпийского института, на сайте Олимпийской академии. То есть полностью вся информация детальная будет представлена и по системе обучения, и по кадровому составу, и порядка подачи документов, значит, и по форме обучения, и так далее. Значит, мы планируем работу, в основном ориентируемся на дистанционный режим, и думаю, что сегодня в нынешних условиях, когда появились такие технические блестящие возможности проводить это мероприятие, мы сейчас поставим в университете всегда самую современную систему, с тем, чтобы можно было неограниченное количество увлекать людей в учебный процесс, дальше систему лекций, семинаров, значит, круглых столов, там, система тестирования и прочие-прочие вещи, значит, тоже все это мы организуем, но это будет уже сразу же с осени, там, детали учебного процесса. А все, что связано с поступлением и с порядком, это будет через неделю на всех этих сайтах. Спасибо большое, вот мы начали с глобальных вопросов, и здесь такой глобальный вопрос, можете ли вы, уважаемый Владимир Николаевич, назвать основные, имоверные, по вашему мнению, сценарии развития мирового спорта, высших достижений в будущем? Понимаете, я вам скажу, что, на мой взгляд, у мирового спорта, олимпийского спорта были хорошие перспективы очень, но вмешалась вот эта ситуация с пандемией. И сегодня вот как, и это коснулось, как мы с вами понимаем, даже, ну, не столько спорта, сколько многих других сфер деятельности, посмотрите, что сегодня происходит, допустим, ну, в системе, там, авиационного сообщения, что происходит во всей промышленности, авиационной. То есть оно коснулось сегодня очень сильно всех сфер. И, естественно, коснулось спорта, потому что спорта – это спрямые соревнования, если нет соревнований, то огромная проблема возникает сегодня. Ну, и для спортсменов, и огромная проблема и для спортивных организаций, и для спонсоров. Сегодня спонсоры Международного Олимпийского комитета и другие спонсоры, которые, там, фансируют подготовку спортсменов, другие соревнования и прочее, прочее, они же напрямую на сегодняшний день, ну, зависят от качества выступлений. Если нет выступлений, нет результатов, то, естественно, им бессмысленно укладываются для деньги. Дальше многие из них терпят финансовый крах сегодня. А спорт пошел по пути, ну, резкой коммерциализации. И во многом его популярность сегодня, она связана с этими факторами. Поэтому очень тяжело, чтобы купить. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, если вы говорите об олимпийском спорте, если убрать сейчас коронавирус, мне кажется, что здесь есть и большие проблемы в деятельности Международного Олимпийского комитета. В частности, руководство Международного Олимпийского комитета. Оно попало сегодня, опять же, объективная ситуация. Потому что, когда появились огромные деньги, и появились сегодня телевидение в качестве спонсора сегодня, партнера, большое количество компаний, крупнейших в мире партнера Олимпийского движения. Ну, раньше они, как говорится, чисто назывались спонсорами. Таковыми они являются. Но сегодня они воспринимают себя и, мол, их воспринимают как партнеров. То есть, Олимпийские игры превратились в площадку такой, ну, демонстрации всех достижений в разных сферах человеческой деятельности. Вы посмотрите сегодня, допустим, автомобилестроение, транспортные средства, градостроение, там любые сферы обслуживания, банковское обслуживание и все остальное. Это все крупнейшие спонсоры, которые используют Олимпийские игры как площадку для демонстрации своего потенциала, своих достижений. Все наилучшее. Если в начале, там, 20-го века первые Олимпийские игры проводились в начале века, там, в Сент-Луисе, допустим, в Париже, они приурочивались их к выставке. То есть, была выставка, а рядом были игры как фрагменты. Сегодня по-другому. Сегодня игры проходятся, а уже выставка является фрагментом Олимпийских игр. И в этом более популярны, чем всемирные выставки. Даже такие выставки, как Экспо, они менее интересны с точки зрения площадки для внедрения в умы, как говорится, широких слов населения, взглядов на те или иные товары, на ту или иную продукцию. Они стали более интересными. Вот это тоже момент, который существенно повлияет. Значит, на мой взгляд, вот это давление сегодня коммерческих структур и политических сил, и спортивных определенных сил, оно приводит к необоснованному расширению программ Олимпийских игр. Вы знаете, что очень многие города отказались проводить Олимпийские игры, потому что вот эта гигантомания, в свое время, в Самаранч, в начале правления Роги Международным Олимпийским комитетом, был жесткий, граничный поставлен барьер. Не более тысячи спортсменов в общей сложности, не более 300 видов соревнований. Это долго поддерживается. А сегодня, в последние годы, это все рухнуло под давлением разных греческих сил. И вот уже во время правления сегодня комитетом, новым президентом Олимпийского комитета, ну, сразу на 2,5 тысячи увеличилось количество потенциальных участников на японские игры. И дальше резко увеличилось количество соревнований, чуть ли не на 50. И дальше появились новые виды спорта, они же, каждый из них требуют сооружения. Возьмите саутбол, бейсбол, там все остальное, что на сегодняшний день проникло в программу Олимпийских игр, значит, оно, а теперь города, они не тянут, и финансово, и территория, и госэкология, и госэкология, и госэкология. Народ возмущается, население не хочет проводить Олимпийские игры, и это привело к определенному кризису. Последствия тяжелой Олимпийской игры в Афина, практически все сооружения, которые в 2004 году были построены в грязи, они рухнули сегодня. Не сносят просто, они уже пришли в негодность, большая часть сооружений. И население видит, теперь бюджет всех Олимпийских игр, даже всю историю современную, он в 2-3-4 раза выше оказался планируемого. То есть планировалось там условно 10 миллиардов, потратили там Сочи, потратили 50 миллиардов. Вот и так буквально по всем, без исключения Олимпийским играм, в 2-3-4 раза большие затраты. Когда вот такие затраты идут, это ложится бременем в бюджет. Допустим, Монреальский бюджет, уже возьмите, сколько ушло времени, 76-й год, они только в 2006 году сумели рассчитаться с долгами по играм 76-го года. Вот это те вещи, которые относятся к так называемой негативной части Олимпийского наследия. Естественно, во многом будет зависеть от того, насколько международный Олимпийский комитет сумеет сделать коррективы, выводы от этой части. Потому что что-то нужно с Олимпийскими играми делать. С одной стороны, это очень хорошо, когда блестящее заоружение, когда самый современный транспорт, современные аэропорты, все остальное прекрасно. И журналисты, и все средства массовой информации требуют, чтобы это был блестящий праздник. А потом заканчивается вот это, как недавно там написали большую такую критическую статью на эту тему по играм в Брио-де-Жанейро, под названием «После карнавала». Вот после карнавала они смотрят, а что же, к чему же это привело. В правительстве коррупции, уголовные дела, потому что там, значит, были всякого рода финансовые нарушения, спортивные нарушения рухнули. Деньги огромные потрачены на игры, значит. Плюс еще политический фактор, это не вина сегодня, а беда сегодня Рио-де-Жанейро, когда вмешались внешние силы, которые хотели принизить значимость деятельности Оргомитета Олимпийской химии, опустить на этом материале страну, создать всякого рода негативную прессу и прочее, прочее вокруг этого. Плюс, как говорится, допинг-скандалы, которые сегодня приобрели, ну, чисто выраженный политический характер. Потому что это не борьба с применением запрещенных препаратов, а это решение политических, экономических задач собственных на материале Олимпийского движения. Это тоже проблема большая. Поэтому, как вам сказать, этот прогноз очень четкий, очень сложный, потому что сфера бурная, интересно развивающаяся. И сегодня, с одной стороны, к сожалению, что она стала элементом глобальной мировой жизни, так скажем. А с другой стороны, это и сильная сторона, потому что это интересно. Сегодня говорит, какие будут прогнозы мировой экономики, допустим. Кто может сегодня ответить, что будет в мировой экономике через 5-10-15 лет, или что будет в мировой политике сегодня? Тоже никто не ответит. Вот то же самое сегодня и в спору. То есть он превратился в глобальное явление мирового масштаба, а естественно, со всеми сложностями, противоречиями, сильными сторонами. И от специалистов здесь зависит, как вам скажут, позитивное будет превалировать резко, пока это было до настоящего времени. Или вот эти негативные тенденции, они могут каким-то образом что-то здесь расшатать. Однозначно ответить нельзя. Тема интересная, вопрос интересный. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о соотношении тренировочной нагрузки в олимпийском периоде. Еще раз. Скажите, пожалуйста, о соотношении тренировочной нагрузки в олимпийском периоде. В олимпийском периоде? Да. Ну, это трудно понять, что такое олимпийский период. Ну, наверное, олимпийский цикл имеется. Вот. Если олимпийский четырехлетний цикл брать, можно говорить, ну, сегодня вы видите, что многие очень спортсмены участвуют в олимпийских играх 2-3-4 раза. Вот. И сегодня вот эта система многоциклового планирования многолетней подготовки по олимпийским циклам, она тоже уже находит свое место. Поэтому, если образно сказать, что если закончились олимпийские игры или еще это четырехлетние циклы, то это первый год после олимпийских. Это резкое снижение нагрузок и направленность на устранение всех тех проблем, недостатков и выявления резервов для последующего успешного совершенства. А последующие годы – это уже планомерная подготовка к очередным олимпийским играм. Имея в виду, что это первые два года могут быть связаны в основном с интересами федерации. Это могут быть многоцикловые модели планирования годичной подготовки, 4, 5, 6, даже 7 циклов с ориентацией на соревнования промежуточные, которые идут по линии федерации, либо по линии коммерческих структур. И здесь ничего нет плохого, я бы сказал, есть даже хорошее, потому что оно позволяет создать очень мощный такой разносторонний технико-тактический функциональный фундамент и одновременно оставить заключительный год для целенасправленной периодизации годичной подготовки, ориентированной на игры. И вот здесь вот эти вот разные модели построения годичной подготовки в разные годы с различным содержанием, они могут иметь место. Допустим, то, что мы сегодня имеем в футболе, я вон, и куда многие виды спорта идут по этому пути. То есть 10 месяцев идет соревновательный календарь в футболе. Все спортсмены поступают там в течение, ну, в зависимости от того, какое место он занимает в команде, это может быть там 40, 50, 60 и дальше больше игр в течение года. И это 10 месяцев сплошных соревнований. И построить тренировочный процесс здесь очень-очень сложно. Но можно, потому что когда им очень малые промежутки между играми, допустим, 3-4 дня, то нет ничего, остановиться, образно говоря, и настроиться. Это отдельное содержание, это очень непростое, сложное. Но вопрос в том, подвести итоги предыдущей игры, восстановиться и настроиться на очередную игру. А когда появляются более продолжительные промежутки, допустим, 3 недели, недели, 3 недели, то идет уже вопрос о сложном сочетании соревновательной деятельности, как мощнейшего, кстати, фактора тренировочного. Потому что сами игры являются очень мощным тренирующим фактором. Но одновременно включаются и всякого рода тренировочные структуры. Могут быть выделены серии занятий или отдельные микроциклы с очень высокими тренирующими нагрузками в зависимости от этапа, в зависимости от индивидуальных возможностей, что позволит обеспечить органическое единство между соревновательной деятельностью и постоянно действующим тренировочным процессом. Здесь не будет пиков. Здесь не будет вот это состояние наибольшей готовности в главных соревнованиях. Но будет очень высокий уровень готовности к соревнованиям в течение всех 10 месяцев. А к соотношению некоторых спортсменов, кстати, соревнуются и 11 месяцев. Это те, которые участвуют в международных турнирах за сборной командой. И поэтому подготовительный период может только составлять порядка двух недель. За это время ничего нельзя решить. Можно только выйти на первый старт. А все остальное – это сочетание тренировки, соревновательной деятельности в единую систему. Главное, чтобы это не была хаотичная система. Вот самая страшная тогда соревновательная деятельность – дополняется хаотично построенная тренировка, неизвестно по какому принципу строящийся. Поэтому вот этот момент является очень важным. Что это рационально построенная система соревнований и тренировки в единстве. И это можно сделать примерно к футболу хорошо. И многие виды сегодня, там, где большой, широкий календарь, вот та же легкая атлетика, допустим, теннис, они возьмут и могут идти по этому же пути. Очень важным моментом здесь является отсутствие продолжительного переходного периода. Вот этот, то, что в футболе имеет место, в других видах спорта, месяц отдыхает. Переходный период, значит, будет полностью отойти от соревнований. Вот здесь, как показывает мировая сегодняшняя практика, это очень большая ошибка. Потому что сегодня месячный перерыв после периода соревнований напряженных до начала подготовительного периода, это является той вещью, которая потом, ну, очень тяжело потеря компенсировать. Потому что детренированность достигает такого уровня за месяц, что вернуть прежний уровень уже полтора-два месяца напряженной работы. А его часто, этого времени просто нет. Поэтому этот переходный период, он должен быть очень краткий. Это максимум две недели. Вот, и дополненный небольшим объемом двигательной активности, примерно 15-20% от того, что было вместо раньше. И основная составляющая, что, кстати, является очень важным, это не физическое восстановление, это психологическое восстановление. Основная задача – отвлечь людей от всего того адского труда, который им пришлось приносить в течение предыдущего года. А для этого что важно? Это первое – полностью изолироваться от своих друзей, приятелей, тренеров и всех остальных. То есть попасть в другую среду, чтобы исключить общение на профессиональную основу. На профессиональную основу. Отключить переживания, какие-то прогнозы и прочее, прочее, прочее. То есть куда угодно, где угодно, но только без тренера, без стадиона, без бассейна, без спортивного зала и без друзей по спорту. Если вы вот это сделали, сделали интересную развлекательную программу, экспрессионную, туристическую, где-то отдых и так далее, то вы за 10 дней психологически восстановите спортсмена лучше значительно, чем вы его восстановите за месяц, если вы этого не сделаете. А физическое восстановление, оно произойдет 8-10-12 дней. Даже после самых тяжелых нагрузок. А в принципе, если говорить о физическом восстановлении, то это 2-3 дня после периода соревнований, это достаточно. Основная психологическая разбойка, она зависит не от продолжительности, а от интенсивности вот этого подготовительного периода, от его содержания. Вот если эту вещь учитывать и переходить к тренировочной подготовке уже через 2 недели, то удается сохранить ранее достигнутую функциональную подготовку, то есть не утратить его, хотя некоторые важные компоненты уже утрачиваются через неделю. Неделя безделия, и уже вы теряете ряд очень важных вещей. Поэтому их нужно стремиться поддержать, небольшими объемами разносторонней работы. А вот через 2 недели, если вы втянулись, то уже через 2 недели вы войдете уже в состояние достаточно высокого функционального подготовки. Вот все, что, допустим, надо для вида спорта, где большой календарь, для футбола. Вот это то, что принято в футболе, полный отдых, неизвестно, что и чем дольше, тем лучше, условно месяц. Вот это большая проблема для последующего успешного начала основного соревновательного сезона. Коротенький, насыщенный, в эмоциональном состоянии, и оторванный от специфики виды спорта. Переходный период, вот это тоже очень важная вещь, которая касается вашего Алтмаса. Ну и в продолжении того, о чем мы говорили, вопрос, Владимир Николаевич, ваше мнение, через сколько времени можно приступать спортсменам к соревновательной деятельности после трехмесячного карантина? Ну, вы знаете, к соревновательной деятельности, ну, первое, нам никто пока этого не обещает, правильно, соревновательные деятельности. Это да. Вот, значит, ну, к соревновательной деятельности, естественно, спортсмены, допустим, во всех случаях, я думаю, что все квалифицированные спортсмены все равно заботятся о том, чтобы, ну, находиться в состоянии определенной физической готовности, правильно ли? То есть они переносят определенные нагрузки, тренируются в тех условиях, каких сегодня позволяет время и возможности. То есть во всех случаях функционально они готовы. И вопрос не о том, когда нужно переходить к соревнованиям. К соревнованиям нужно переходить на мой вес сразу. То есть на здоровье себе, если появились возможности, вы тренировались там в каких-то относительно изолированных условиях, и вдруг появилась необходимость или желание соревноваться, соревнуйтесь. Вопрос только идет о том, что когда после окончания вот этого периода карантина, что это не должна быть специальная подготовка к соревнованиям, должна быть нацеленность на результат. Вот если говорить в целом сегодня, мы не знаем, как будет, но надеемся, что, допустим, с октября месяца нам удастся построить рациональный тренировочный цикл по отношению к ведущим спортсменам, к олимпийским играм. Это было бы идеально, спланировать с октября месяца рациональное построение подготовки, максимально ее структурировать, определить содержание на разных этапах, включить туда элементы соревнований и прочее, прочее. Но до октября месяца нам что-то надо делать. И вот это до октября месяца, я бы построил это все, там, одноразовые занятия в день, раз. Дальше 50-60% нагрузка с предельным разнообразием средств, методов и так далее. Часть базовых компонентов, часть специальных, но в основном ориентация на координационные, технико-тактические и прочие элементы. Потому что если сейчас появятся возможности дать серьезные нагрузки, допустим, июль-август тренировочные базового плана, то, естественно, нам уже потом не удастся построить полноценно весь последующий 10-месячный цикл. Поэтому я бы вот это создал бы, вот это отвлечься от всего предыдущего, расшатать прежние навыки в какой-то мере небольшими объемами и разнообразием в работе. Это 50% того, что были, с предельным разнообразием, большое количество технических упражнений, координационных и прочее, и прочее. А с октября месяца начать жесткую, реализовать жесткую модель годичной подготовки со всеми теми принципами и закономерностями, которые для этого были бы необходимы. Можно ли удержать спортсмена на пике своей спортивной формы больше 2-3 недель с помощью полной смены средств и методов работы? Ну, как показывает практика, это невозможно сделать. Если вы полностью сместили средства и методы правильно, то у вас неизбежно произойдет процесс детренированности по отношению к тем специфическим средствам, которыми вы были подготовлены. То есть практика показывает, что это очень кратковременное состояние. Притом здесь, когда мы говорим о состоянии наивысшей готовности, или, как я там называю, часто спортивной формы, то здесь есть два компонента очень значимых. Это один компонент, это такой базовый функциональный фундамент. То есть скоростно-силовые качества, выносливые, значит, координация, там техническое мастерство, возможности системы энергообеспечения, то есть это функциональная база. А на нее нужно повесить, образно говоря, вот эти так называемые лоббильные компоненты. То есть соревновательная модель под конкретных соперников, если это единоборство или спортивные игры, или под индивидуальные особенности ее отработка, это состояние физическое к дню старта, это полное восстановление после предыдущих нагрузок, это за две недели до главных соревнований, это там 5-6-7 дней очень тяжелой специальной тренировки, которая моделирует последующую соревновательную деятельность, с тем, чтобы увязать воедино возросший уровень функциональной подготовленности, если это строить рационально, как я говорил, этап непосредственной подготовки. То есть вы 5 недель тяжело тренировались, потом 3 недели подводите. Но у вас вот из этих трех недель центральная часть, 4-5 дней, должен быть большой объем специальных средств, для того, чтобы возрастающий уровень функциональной подготовленности увязать с техникой, увязать с тактикой, увязать с моделью соревновательной деятельности. И вот этот тот период очень важен для того, чтобы на этот общий уровень функциональной подготовленности наслоить добильные компоненты. Психологическое состояние, настройка на поединок или на старт, дальше разминка. То есть это специальное питание в дни предшествующих соревнований, специальное питание в дни самих соревнований. То есть вот эти вещи, которые позволяют, на вот этот имеющийся функциональный мощный потенциал, позволяют наслоить вот эти мелкие вещи, которые тоже являются очень важными, потому что в условиях нынешней конкуренции это доля секунды понятия, иногда сотые, они определяют конечный результат. Для того, как бы вот это построили заключительные дни, и особенно заключительный день, день старта, от этого тоже очень много зависит. И понимание того, что когда мы говорим о состоянии наивысшей готовности или спортивной формы, то здесь есть базовые ее компоненты в виде ваших возможностей физических, и есть вот эти лобильные компоненты, которые вы должны наслоить на эти базовые, с точки зрения модели соревновательной деятельности, психологической настройки, питания, восстановления, и прочие, прочие вещи. Спасибо. Следующий вопрос. Могут ли модельные характеристики сильнейших спортсменов служить определенным критерием физической и функциональной подготовленности на протяжении годичного макроцикла? Ну, вы знаете, я вам скажу такую вещь, что там, скажем, вот эти вот усредненные модели, отражающие потенциал тех или иных систем и так далее, они могут в какой-то мере, в какой-то мере, служить ориентиром, естественно, для подготовки, понимая, что для спортсменов высокого класса в среднем какие-то возможности более характерны. Но они без всякого рода моделей, понятно, что для какого вида спорта, какие составляющие подготовленности являются более важными. Поэтому вот эта вот ориентация на усредненные модели, она в отношении спортсменов высокого класса является ошибочной. Потому что вот эта любая усредненная модель, ну, мы в свое время, допустим, сделали усредненные модели, когда это было модно, и когда, как бы сказать, было в этом стремлении к моделированию подготовленности, санимательной деятельностью с целью индивидуализации. Ну, и 20 выдающихся велосипедистов. Туда была целая плеяда в Советском Союзе, фантастических абсолютно спортсменов. Победители чемпионатов мира, олимпийских хейр, гонок мира и так далее. 20 человек сняли их по всем важнейшим показателям. Там сердечный выброс, максимальное потребление кислорода, систолический объем и так далее. То есть все то, что значило для спорта в функциональном плане. И сделали идеальную такую модель. Что в среднем для этих людей. А потом начали помещать в эту модель всех этих спортсменов, каждого индивидуально. Лишь один такой был спортсмен эстонский, выдающийся Ава Пикус. Он более или менее вписался в эту среднюю модель. А все остальные, в отношении к этой средней модели, это были, извините, какими-то уродами. Одно, как говорится, далеко за максимальными пределами, а другое на уровне, условно, первого разряда. Но вот эта индивидуальность в спорте высших достижений, она является определяющей. Поэтому вопрос... Сегодня групповые модели, это так. Для общего ориентира. Хотя, повторяю, любой квалифицированный человек, он заранее скажет, чем характерна модель Марафонса. Он думает, что это, 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 это. Большое количество медленно сокращающихся тканей, высокий сердечный выбор, значит, хорошая утилизация на периферии и прочее, прочее, прочее. К этому надо стремиться. А вот как индивидуально создать модель этого же спортсмена? За счет чего он сделает? За счет мощности аэробной системы? Или за счет экономизации? Это уже второй вопрос. Потому что здесь это уже один спортсмен делает за счет, результат за счет того, что у него максимальное потребление кислорода, 90 миллилитров или 88 миллилитров на килограмм массы тела. А другой делает при потреблении кислорода 70 миллилитров на килограмм массы, там проигрывает 20%. А делает точно такой же результат. За счет чего? За счет его более рациональной структуры движения, более экономичной взаимодействия различных мышечных групп, высокой эффективности мышечной координации, и прочее, и прочее, и прочее. То есть, во всех случаях, конечно, в спорте высших достижений мы должны стремиться на общие ориентиры, но это даже не модели, а общие требования к функциональной подготовленности данного вида спорта. А дальше, это индивидуализация максимальная, с попыткой найти ту индивидуальную модель, и те, как говорится, вот эти вот козырные вещи, за счет чего этот спортсмен в рамках этого вида спорта может обеспечить результат. Даже в таком, ну скажем, примитивном, как говорится, двигательном, соревновательном действии, допустим, спринтерский бег, есть чистые, как говорится, спринтеры, которые делают за счет старта результат. Вот Бен Джонсон в свое время был в этом смысле уникальным спортсменом. А рядом с ним был Карл Луис, который проигрывал Бену Джонсону старт очень сильно, а зато за счет финишного отрезка он компенсировал полностью все то, что он проиграл на старт. А на выходе они имели один и тот же результат. Вспомните сегодня Гусейна Болта, допустим. У него старт был слабый по отношению к другим спортсменам, но зато по ходу за счет, как говорится, очень большой эффективности, за счет роста, за счет физической мощи, за счет длинного шага и всего остального он легко, как говорится, компенсировал все эти вещи, легко уходил от всех остальных курсов. Для каждого выдающегося, даже в таком виде спорта нужна своя модель, своя модель. Ну а когда мы уже говорим о играх, о единоборствах, о всем остальном, то тем более индивидуальные модели являются предопределяющими спортивной результативности. Вы говорили о единоборствах, как раз вопрос про восточное единоборство. Подскажите, пожалуйста, по вашему мнению, сколько в процентном соотношении нужно уделять времени развитию физической выносливости и тактико-технической подготовки? Ну, я вам скажу такую вещь, что во всех случаях, когда мы говорим не только о восточных единоборствах, о любом другом виде спорта, что техника, тактическая подготовность, она органично переплетается со всеми физическими качествами. Во всех случаях, совершенствуя технику, вы всегда будете решать все вопросы, которые связаны с развитием выносливости. Потому что вам техника нужна в свежем состоянии, условно говоря, когда вы будете осваивать эти те или иные движения, двигательные действия, в послеразминочном состоянии осваивать эти те или иные приемы, те или иные удары и так далее, и тратить будете на это большое время, а потом у вас возникает вопрос, как это реализовать. А реализовать это вам надо в различных функциональных состояниях. Поэтому будете совершенствовать технику и в состоянии тяжелого утомления. И будете давать тяжелые программы, увязывая воедино, вот если можно сказать, вот этот аналитический подход, когда вы направлены на совершенствование то есть элементы технического мастерства или там развитие того или иного локального качества и так далее, а потом это все равно вы должны образовать в целостных двигательных действиях. Ну, наиболее таким, как говорится, таким классическим примером уже является жесткий спарик. Где уже проявляются у вас и техника, и тактика, и физические потенциалы, и прочее, прочее. А если вы это сделаете еще в усложняющемся режиме, ну, как в профессиональном боксе, допустим, выдающейся боксером, на заключительный там период, ну, не заключительный, допустим, там, как правило, на три разные стадии делится подготовка. То есть вы подписали контракт, определили, когда будет поединок, это будет через несколько месяцев, а потом у вас три месяца идет подготовка. Первый месяц. Условно, базовая разносторонняя физическая подготовка, чтобы восстановить физические кондиции. Дальше специальная подготовка, а потом месяц подводка, шлифовка и так далее. Вот это специальная подготовка. Многие выдающиеся спортсмены нанимают себе, как вы знаете, этих партнеров, как говорится, для спарринга. И, условно, он шесть раундов, прошу прощения, двенадцать раундов по три минуты на ринге, а его шесть партнеров, каждый из них по два раунда на ринге. И они дают суммарную, утяжелейшую функциональную нагрузку на этого человека, естественно, который вынужден перевести вот такой тяжелый двенадцатираундный тренировочный поединок. Вот, ну и здесь воедино собираются все вот эти вещи, и функциональные возможности, и техника, и так, и скоростно-силовой потенциал, и выносливость, и все это привязывается к периодам поединка и так далее. Это, естественно, характерно для любого вида единоборств. То есть локальное совершенствование отдельных компонентов, избирательное, а потом собирание всего этого дела в целостную систему. А здесь всякого рода вот эти тренировочные программы, такого плана, где все объединяется воедино. Значит, и спарринг, потому что во всех этих видах спарринг является исключительно важной вещью, потому что, вот как и в футболе, допустим, 50-60 игр, они являются мощным тренирующим стимулом, их нужно рассматривать не только как соревнования, как тренировку. Точно так и во всех видах единоборств. Спарринг сегодня это важнейшая часть подготовки. Если возвращаться, допустим, к истории того же, допустим, советской борьбы, когда, будь то греко-римская борьба или вольная борьба, ну, 7 из 10 золотых медалей оказывались у советских спортсменов. За счет чего? За счет спарринга. За счет спарринга, когда собиралось несколько составов на сборы в смежных категориях, все те приехали с Украины, эти с Кавказа, эти с России и попадали в этот котел. Они друг у друга без всяких тренеров так всему учили, что никакой немец или швед никогда не мог с ними ничего сделать. Я когда-то помогал национальной команде испанской перед их играми в Барселоне и там блестящий центр они как раз сделали, подготовили сам круга по Барселону, хорошая база и там тренировались сборной команды. Ну и команда по борьбе, два очень хороших тренера, болгарских тренера, Болгария, вы знаете, борьба у них в высоком уровне, но вот они говорили мне, вот смотрите, какие талантливые у нас дети, вот этот прекрасный, 48 килограмм, талантливый спортсмен, вот этот 2 метра ростом 115 килограмм, тоже талантливый спортсмен, но у них шансов никаких. Нет, потому что нет спарринга. У меня половина вольников, половина классиков, один тяжелый, второй легкий, третий средний, я не могу создать этой среды. Мы, говорит, просимся, просим советских специалистов, чтобы нас пустили на их сборы, а не надкатегорически никуда, никого, потому что никто не хочет себе оплодить конкурентом. И кто вот это проходил, вот эту школу жаского спарринга, это и ответ вот на этот вопрос, который мы задаем. Потому что во всех видах единоборств, будь то восточное единоборство, или спортивные виды борьбы, во всех случаях спарринг это та интегративная часть спортивной подготовки, которая воедино собирает все вместе. Технику, тактику, гоносную скорость, силовые возможности, и так далее. Здравствуйте, несколько слов, пожалуйста, об особенностях многолетней тренировки инвалидов. Спасибо. Вы знаете, я не люблю отвечать на вопросы в тех сферах, где я не являюсь специалистом. Здесь это очень сложная сфера, потому что здесь специфика каждой категории людей, которые будут ограничены возможности физически, она предопределяет и содержание, и величину нагрузок, и все остальное. Вот я думаю, что, конечно же, если так в двух словах ответить, то, что основное, конечно, это вопрос технического совершенствования. Привязанного очень, как говорится, четко, органично связанного с теми проблемами физическими, которые имеют место. И вот здесь ориентация на эти вещи, потому что каждый из этих людей значительно более индивидуален, чем мы в обычном спорте, на мой взгляд. На мой взгляд. Ваше мнение по поводу роли генетики. Как Вы относитесь к отбору по строению тела с обзором на родителей? Все-таки предугадать, что ждет спортсмена и стоит ли тратить время и силы на ребенка? Ну, вы знаете, я вам скажу, что, если говорить сегодня о всех таких базовых вещах, связанных с генетических, грубо, можно сказать, что 50% возможности тренировки по 50% природной задавки. Тема очень сложная, потому что, как вам сказать, проникнуть во все эти детали очень тяжело, потому что спортивный результат, он зависит от огромного количества всякого рода факторов. И можно иметь генетическую предрасположенность, применительно к одним составляющим условно, иметь блестящий энергетический потенциал и иметь слабую психику. То есть не терпеть утомления, не переносить вот это жесткое сопротивление, противодействие и все остальное. И вся эта генетика сразу рухнет, понимаете, и ничего она не перейдет. Поэтому вопрос всегда должен быть, так сказать, комплексный. Конечно же, как очень важный показатель, это строение тела и, в первую очередь, рост родителей. Конечно, это важный показатель. И, допустим, те же восточные Германии никогда не делали ничего такого, что не приносило к результатам. И очень внимательно изучали всегда строение тела родителей. Понимая, что дети, как говорят, с высокой вероятностью наследуют эти вещи. Но одно дело строение тела, а с ним тоже связаны координационные способности. И это тоже вещь, которая в значительной мере генетически детерминирована. Можно иметь высокий рост, говорится, но неспособность к регуляции движения, то, что мы часто видим людей. То есть топорность, угловатость, понимание и прочее, прочее. Вот эти вещи параллельно должны учитываться. Но в принципе, природные задатки это очень важная такая вещь. Дальше, какое общее стремление, если говорить для практики? Это, так как сказать, это квалификация тренера и их наблюдательность. Их наблюдательность. Можно рассказывать как это иногда. Вот, если бы у нас мышечная биопсия, если бы мы могли определить структуру мышечной ткани, сколько быстро их медленные ткани, сколько медленно и так далее, мы бы там что-то никакого значения не имеем. Если вы внимательно следите за своими учениками, то вы по его поведению, по выполнению различных упражнений, по успешности тех или иных двигательных действий очень быстро и легко определите, какая у него структура мышечной ткани и какие у него нейролегуляторные способности. Это взрывные эмоциональные люди, прыгучие, дальше непоседливые, которые все время, которые создают вокруг себя вот этот напряженный микроклимат, которые все время кого-то дергают, не дают никому покоя, которые раздражают тренера своим неординарным поведением. Это вот те все люди, у которых есть спинтерские задатки. Их нужно не давить, эти задатки, а нужно их разумно использовать. И напротив, медлительные, худенькие, значит, тонкомышечные, тонкокосные дети, значит, где-то они всегда замкнуты, те, которых, как говорится, склонны там все бежать и так далее. Эти люди тоже, они специфичны, у них есть способности изначально видных стаевских возможностей. Это легко очень еще проверить по результатам всяких специальных тестов. И по ходу тренировочного процесса, там, вот я почему говорю, что очень важно, разнообразный тренировочный процесс первые пять лет, большой объем разной работы. Если вы даете большой объем технической координационной работы, ориентируйте на забавы, на развлечения, большой материал спортивных игр, большой материал разных упражнений, то вы здесь очень быстро определитесь сами, что, кто, как говорится, у кого, к чему лежат способности, понимаете, и двигательные способности, и нейроэнгумиторные способности. Поэтому наблюдательный тренер, он всегда эти вещи легко, как говорится, найдет без помощи всякой науки и специальной диагностики. Ну и такой интересный вопрос в свете указанных проблем отбора спортсменов и потерь спортсменов в пубертатном и позднепубертатном возрасте. Подростки занимаются, есть талантливые ребята и девчонки, получается, начинают выходить на неплохой уровень, но встает вопрос окончания школы, вуза, что дальше? Надо выбирать профессию, работать. Как перестраивать систему тренировок? Ну, я вам скажу такую вещь, что, может быть, и там категорично, я скажу, но когда, если речь идет и люди хотят себя серьезно посвятить спорту и для этого есть у них основания, то они должны стремиться и профессию выбирать в сфере спорта. Сегодня в сфере спорта огромнейшее количество возможностей. Вы же посмотрите, сегодня, ну, трудовой рынок, как говорится, в этой области, он необъятно широк. в других сферах, допустим, если мы возьмем там нефть, газ, подобные вещи, понимаете, так там другие деньги могут быть, в спорте этого нет. Но в спорте нет специалистов, которые заканчивают, работают в этой сфере и, как правило, нет безработицы. Они находят себе работа, они обеспечивают себе достаточно высокий жизненный уровень. Многие из них, многие из них, ну, имеют очень-таки серьезные, большие доходы. В некоторых видах спорта особенно, да и в любом виде спорта, если тренер очень высокая квалификация и востребован. Даже возьмем постсоветское пространство, там не будем называть фамилии тренеров, ну, допустим, сегодня вполне там достойная зарплата 3-4 тысячи долларов, ну, и многие украинские тренеры и другие тренеры, они даже на постсоветском пространстве зарабатывают эти деньги сегодня своей деятельностью, так скажем, даже не имея очень высокой квалификации. Но сегодня это востребована профессия. Ну, дальше в спорт, мы говорим, это же не только тренерская деятельность, это широкий спектр функционеров разного уровня. То есть, это здесь огромнейший, ну, в хорошем смысле слова, чиновничный аппарат. Дальше с этим рядом находится вся спортивная журналистика и все остальное, то, что тоже интересно. Без знания спорта вы ничего не сделаете в этой профессии, значит, нужно глубоко знать спорт, а если спорт, знаете, у вас есть способности, и вы способны себя разговаривать, и у вас достаточно, как говорится, там, ну, скажем, широкий речевой потенциал, что воспитываемо, что развивается, и так далее, и так далее, то у вас здесь есть большие возможности сегодня. А дальше все, что связано с сопровождением тренировочного процесса. Здесь сегодня нужны физиологи, биохимики, специалисты по спортивной медицине, а спортивная медицина это не лечение, это профилактика в первую очередь. То есть, сегодня не надо иметь медицинское образование для того, чтобы заниматься профилактикой спортивного тренизма, это беда сегодня. 70% травм в спорте это вина тренеров и спортсменов, а 30% это случая. Но для того, чтобы обеспечивать профилактику, это не надо быть врачом, потому что врач не обеспечит профилактику, а врач обеспечит может тренер и специалист по той части спортивной медицины, которая у нас паталактический характер. Объяснить тренеру, где фактор риска, что ничего нельзя делать, как нужно диагностировать, как надо сопровождать тренировочный процесс, чтобы не вести человека в состояние перенапряжения функциональных систем, перетренированности и прочее, прочее. И это специалист спорта, это не специалист медицины. Медицина, когда у вас так тяжелая травма, значит, скорая помощь, клиника, есть специалисты, которые помогут. Или если у вас проблемы с сердцем, или еще что-то такое. Это не вопрос спортивного врача, а спортивного врача это дело, стоять рядом с тренером и обеспечивать ему помощь. И это могут делать и специалисты, к большому сожалению, в свое время. Из-за нашего этого, как вам сказать, Министерства здравоохранения довольно бездарного, нам не удалось довести до конца открытие специальности спортивная медицина. Потому что спортивный врач это врач не по оперативному вмешательству в сложных каких-то случаях и так далее. Это врач, который обеспечивает сопровождение тренировочного процесса с точки зрения профилактики травматизма, переутомления, перенапряжения, рациональное питание, рациональное применение фармакологических средств, профилактика запрещенной фармакологии, сопровождение тренировочного процесса, постоянное на предмет всякого рода нарушений и прочее. Потому что травма — это проблема, я повторяю, в большинстве это проблема методики подготовки и соревновательной деятельности. Лишь на 30% это специфика спорта. Это факторы риска, это непредсказуемость, это то-другое. Вон футбол, допустим, посмотрите. 70% травм в футболе это первые 15 минут поединка и игр. И последние 15 минут. То есть 30 минут в среднем дают 70% травм, а 60 минут дают оставшиеся 30%. Почему? По той простой причине, что люди не подготовлены к игре, не размялись как следует, не подготовили мышечный аппарат, не согрели тело и прочее, прочее. Потому что если вы согрели тело до нужной температуры в процессе разминки, у вас резко возрастала растяжимость мышечной ткани, растяжимость сухожильной ткани, естественно снизилась сразу вероятность травм. То же самое в конце. Если вы нерационально строите конец поединка, когда вы устали и не учитываете этих моментов и прочее, и прочее, то там тоже, естественно, нарушается координация, снижается качество действий. И возникает непредсказуемость технических движений, непредсказуемость действий соперника. То есть опять возникает резко вероятность травм. Но когда вы это знаете, эти процессы регулируете, все время воспитываете спортсменов, тренеров и так далее. Вот это то, что должен делать сегодня спортивный врач. И здесь огромное поле для деятельности. Дальше я уже не говорю о конкретной такой работе, когда люди работают, массажисты на высокой квалификации обслуживают выдающихся спортсменов. Смотрите, сегодня мы возьмем канадские центры, самые знаменитые. 50-60 за каждым центром закреплено массажистов. Они конкурируют за вот этих спортсменов, которые получают грант, приезжают туда и могут выбрать любого из 50-60. Они дают рекламную продукцию себе, свои обещания, свои заслуги и прочее, прочее. И за счет этого, работая в каком-то месте рядом, допустим, условно, в фитнес-центре массажистом, он одновременно всегда привлекается и к работе в тренировочном центре, отслуживает спортсменом высокого класса. А здесь же другой совсем уровень доходов и так далее. То есть здесь очень большой менеджер, Сергей Назарович ставит все время вопрос, что мы не имеем квалифицированных менеджеров, которые знают организацию спорта, которые знают сегодня права, которые знают законодательство спортивное. Сегодня это же особая проблема. Как защите спортсмена? Спортсмен сегодня, знаете, на словах это фигура, которая является центральной в спорте. А на деле это самая, как говорится, зависимая и самая бесправная фигура. Потому что над спортсменом издевается вот это всемирное антидопинговое агентство, при этом буквально в смысле слова издевается над всем мировым спортом, Ради своих политических и коммерческих интересов. Спортсмены сегодня полностью зависимы, часто очень зависимы от произвола чиновников. Далеко не всегда объективно решаются вопросы, понимаете, с его медицинской защитой, дальше социальной защитой. Там какая-то работа в этом направлении ведется, какая-то группа спортсменов сегодня, скажем, ну там сделано много, и в нашей стране сделано много по социальной защите выдающихся спортсменов. Но выдающихся это коснулось, а всех тех, кто не добились высоких результатов, а прошли те же 20, условно, или 30 лет спортивной карьеры, с такими же нагрузками, со всем остальным потерями для здоровья и прочее, и прочее, и прочее. А как с ними? Какая здесь политика? Вот, а ну то есть здесь огромное количество из правовых вопросов, социальных вопросов, и необходимы здесь люди в этой сфере тоже, которые работали бы в федерациях, которые бы защищали спортсменов, которые бы думали о том, как развивать вообще это направление сегодня. Потому что вот это правовое направление, оно, ну подумайте сегодня, ну вот допустим, в одном тоже меня всегда это возмущает, поэтому я на этом останавливаю, политика ванна. Вот они ввели систему тайных доносов. Вот сегодня там 200 с лишним дел рассчитывали, расследуются, они определять ли ничего не умеют, поэтому у них все время косвенные критерии. Вот у кого-то из обслуги нашли, значит, там что-то запрещенное, поэтому давайте спортсмена накажем. Где это видно? Чтобы у кого-то из ваших знакомых или где-то, или кто с вами связан, нашли что-то запрещенное, а чтобы в какой-то сфере деятельности вас за это наказали. А спорте за это наказывали. Дальше, кто имеет право сегодня брать биологический, данный биологический паспорт? Внутренняя следа человека – это его собственность, и он и вправе распоряжаться, как он считает нужным. Никто не имеет права, ни в какой сфере потребует, чтобы человек раскрыл свои биологические данные. А здесь принудительно заставили всех спортсменов вам для биологических паспорта. Дальше, кто может вас заставить на три месяца вперед расписывать все ваши места пребывания и вашу доступность для допинг-офицеров? А кто может сегодня потребовать от вашего за день до старта, ночью к вам врывались эти допинг-офицеры, разбудили вас, как это было с нашими спортсменами, рассорвали им сон перед стартами и ни за что за это не отвечали и так далее. И кто это защищать должен? И где здесь права, понимаете? А это же коснулось не только, равно как и, ну, не обижая никого, но случай есть случай, что тренер в силу, как говорится, недостаточно подготовленный со своей, там еще чего-то взял, угробил спортсмена, запорол его нагрузками, спортсмены спорта ушел, здорово исправил. И как это когда-то был один, ну, такой пример, знаете, как он скажет, неприятный, но факт остается фактом. Выбросили отработанный материал. Это отработанный материал. Понимаете? А вина это полностью была этого человека, который вот этот отработанный материал выбросил из спорта, потому что неправильно бездарно тренировал. Вот эти вещи, они требуют сегодня осмысления, и это сфера, которая имеет огромнейшее количество всякого рода приложений. Вот. И, ну, я повторяю, основное, все-таки, конечно, тренерская специальность, потому что потребность в мире, в стране, в квалифицированных тренерах сегодня очень велика. И вот с каждым годом эта потребность возрастает. Не просто в тренерах, а в тренерах высокой квалификации. И это сегодня и в мире. Ну, неприятная ситуация, скажем, у нас в стране. На мой взгляд, она, ну, как бы сказать, абсурдная ситуация, когда, допустим, ну, как бы сказать, со стороны руководителей страны имеет место вот эта тенденция насыщать трудовыми ресурсами, собственными внешние рынки. Вот отправлять наших людей на заработки туда, а потом вот они, чтобы привозили какие-то деньги. Вместо того, чтобы строить свою экономику, рабочие места и так далее, вот этих людей отправлять за границу, значит. Но это негативная часть. Но, с другой стороны, эти люди едут, потому что им нужна работа. Если здесь работы нет, значит, они должны содержать себя, содержать семью, они едут туда. То есть, и сегодня рынок открыт. Если в Советском Союзе никто не мог уехать, без самого, как говорится, такого разрешения на высшем уровне, все сидели в замкнутом своем пространстве. И редчайший случай, чтобы наши специалисты по особым контрактам, через Госкомспорт, значит, при жестком контроле и прочим, и прочим, могли работать за рубежом. Кстати, любой человек может поехать в любую страну работать, если есть квалификация. А потребность есть. И мы еще поныне с вами, знаете, в какой-то мере являемся носителями, так скажем, вот этой славы советского спорта и советских тренеров. Поныне сегодня вот это имеет место. Понимаете, что тренеры наши имеют высокую очень квалификацию, и это, как сказать, оно объективно, потому что подавляющее преимущество на Олимпийской арене в течение очень многих лет, вот, оно вогнало весь мир, как говорится, в эту жесткую зависимость от даже американцев. И сегодня поныне, возьмите свежие американские публикации, когда никто так доходит, когда они берут советский материал 80-х годов и представляют их сегодня как образец, по которому надо тренироваться. Конкретные статьи, конкретные книги, где вот эти уже устаревшие модели абсолютно сегодня рекомендуются, потому что вот это давит вот этот момент, знаете, как с хоккеем произошло, вот с этой красной машиной, знаете, когда это вдруг неожиданно они разгромили там в нескольких поединках величайшую канадскую команду. То есть вот это, и вот это последействие имеет место. И правильно сегодня это последействие используют. Потому что если мы возьмем нашу с вами олимпийскую историю, то мы увидим, что украинские спортсмены, если посмотреть их вклад в развитие мирового спорта, он абсолютно фантастический. Его надо использовать. Ну как, посмотрите, где это видно, в какой стране вы найдете, чтобы было несколько человек в стране, мировые рекорды которых стоят сегодня там по 30 и более лет. Сергей Назарович Бубков, у моего последнего рекорда, 1994 год кажется, сегодня 20-й, 26 лет. Дальше Кравец, аналогичная ситуация, никто не может приблизиться. Юра Седых, 1986 года, 34 года стоит мировой рекорд. Дальше, в процентном отношении украинских спортсменов всегда в сборной команде было меньше, потому что, ну имело место, вы знаете, то есть особенно во всех единоборствах, тренер Иша, вот Украинец выиграл чемпионат Союза, а возьмем мы не того, того, кто ему проиграл, потому что я верю этому больше, он у меня проверил, он уже выиграл, там и прочее, прочее. Но при всем этом давлении у нас процент людей в сборной команде Советского Союза был значительно ниже, чем эффективность этих спортсменов на соревнованиях. То есть богатейшая и очень славная история. И эта история сегодня, это не просто история наших спортсменов, это история наших тренеров, это история методики подготовки, и так далее, и так далее. И вот сегодня вы возьмите. Для меня непонятная вещь, она вызывает удивление, потому что, ну, есть такой показатель, как количество завоеванных лицензий. На мой взгляд, это показатель, ну, объективное развитие вида спорта в стране, потому что получить лицензию, там нужно иметь уже определенную квалификацию. Очень плохо, когда мы гонимся за количеством лицензий, думая, что они связаны с спортивной результативностью. Вот это ошибка. А само количество лицензий, оно говорит о потенциале спорта. Ну, как может, как, представляете, как в нынешних условиях, без стадионов, без оборудования, без оснащения, без современных покрытий, без всего, как в легкой атлетике сегодня наши тренеры обеспечивают то, чтобы количество лицензий было четвертым в мире на Олимпийских играх. Как? 60-70 спортсменов получают право ехать на Олимпийские игры, а получить это право в легкой атлетике, в этом виде спорта, ну, с фантастической популярностью, с огромными деньгами и со всем остальным. Вот как? И это работают кто? Это делают тренеры, понимаете? Это делают те традиции, которые были, и то, и другое, в этих абсолютно ужасных условиях. А рядом, как говорится, во многих странах люди работают, имея все и вся, как говорится, начиная от заработных вклад, оснащения, оборудования, все что угодно, им приблизиться не могут к этим результатам. Вот это надо, видите, на этой основе нужно формировать и атмосферу патриотизма, понимаете, и интерес к этой сфере, и агитировать, возвращаясь к началу нашего, этого вашего вопроса, агитировать людей, что если вы пришли в спорт, то вы должны уже понимать, что у вас половина дела в руках, у вас половина образования, если вы ушли в другую сферу, вы это потеряли. Оно нигде никому не понадобится, ни в экономике, ни в промышленности, ни в каких инженерных специальностях, ничего. И сейчас еще одна есть проблема, большая очень для спортсмена. Спортсмены, знаете, как вам сказать, это люди, которые, ну, мы особую психику, достаточно агрессивные люди, это достаточно, понимаете, самолюбивые, эмоциональные, соревнованные, привыкшие быть лидерами. Они привыкли соревноваться, они привыкли побеждать. Они если и проигрывают, но они рассматривают поражение, как говорится, шаг в дальнейшем к успеху и так далее. И вдруг эти люди, которые потратили много лет на спорт, потеряли в образовании, потеряли в трудовой адаптации, потеряли в социальной адаптации, они вдруг оказываются где-то в какой-то сфере, где они получили неспортивное образование или смежное. Кем они там сразу в конце становятся лозерами? А если они оказываются сразу в таком качестве, а это давит на их психику очень сильно, потому что они привыкли быть лидерами, а тут они должны оказываться в роли, как говорится, тех, кто естественно, абсолютно, потому что их сверстники потратили 15 лет не на спорт, а на образование, на эту профессию, которую они избрали. И когда мы пошли не в нашу профессию, а пошли в чужую, где мы не имеем навыков того, другого, карьеры и прочее, то мы там сразу с редчайшими исключениями окажемся там поигравшими. Я вам всем могу назвать очень много примеров по жизни, как говорится, моих знакомых, хороших, вот которые получили образование, а филкл казалось, что это престижно. Вот институт физкультуры, это не поймешь, что такое, а вот институт народного хозяйства, вот политехнический институт, вот еще куда-то. Все вернулись в спорт. Все вернулись в спорт. Начиная от таких великих тренеров, как Валерий Владимирович Лобановский. То есть выдающийся спортсмен, закончил политехнический институт, а карьеру блестящую сделал в спорте. А, наверное, сделал бы еще более блестящую карьеру, если бы имел и такое разностороннее, глубокое всестороннее образование. И это касается очень многих других людей, касается очень многих других людей, которые пошли куда-то, а потом вернулись в спорт. И успешными оказались в спорте. Но, на мой взгляд, оказались бы более успешными, если бы они добавили в своей спортивной карьере серьезное специальное образование. Там, кстати, был вопрос, на который я вам там узко ответил, мы вот сейчас поставили вопрос этой магистратуры. 60% – это спортивная тренировка. И все, что связано со спортивной подготовкой, соревновательной деятельности. А 40% – это исторические аспекты, все, что связано с историей Олимпийского движения. Это богатейшая история, уникальная абсолютно. И люди, работающие в спорте, должны иметь этот общекультурный уровень, чтобы видеть красоту и величие этого движения, но уже имеющего трехтысячелетнюю историю. Дальше – это нутрициология. Все, что связано с питанием, пищевыми добавками, фармсредствами. Это спортивная психология. Это социология, соответствующие разделы. Мы говорили о допинге сегодня. Это социальная проблема. О правах спортсменов – это социальная проблема. То есть они должны знать ту социологию тренера, которая связана с эффективностью их деятельности. Не общую социологию, а специальную социологию и специальный круг социальных проблем. И, естественно, это касается и управленческой части. Поэтому еще мы даем там отдельный блок – это менеджмент олимпийский. То есть все, что связано с организацией, с управлениями, тоже сегодня с вами говорили. Какую систему мы строим в подготовке к олимпийскому миру? Или через календарь соревнований широкий, или строим ее сегодня, организуем весь систему контроля, контрактов, значит, тестирования и прочее, и прочее, через подготовку к олимпийскому миру. И кто имеет право на жизнь? Нет, это право на жизнь. Мы должны понимать, что мы делаем, а не делать это хаотично. Поэтому мы вот этот тренинг сейчас хотим дать 40-60% специального знания тренингского, а 40% всего смежного знания, чтобы они вышли отсюда людьми, которые имеют значительно более широкий кругозор, чем, собственно, тренировочная деятельность. Потому что от этого кругозора зависит и качество тренировочной деятельности. Владимир Николаевич, спасибо вам большое. Спасибо за вашу интересную информацию, за глубокие ответы на вопросы. Мы прошли все вопросы, более двух с половиной часов мы работаем. Также, коллеги и друзья, благодарю всех вас, участники нашего вебинара, и хочу проанонсировать нашу интересную следующую встречу 18 июня в 14.00 по Киеву «Олимпийский спорт, история и современность» Марина Михайловна Булатова, директор Олимпийского института НУФВСУ, президент Олимпийской академии Украины, вице-президент Национального олимпийского комитета. Очень рекомендую. Ждите от нас уже в ближайший понедельник приглашение на эту встречу. Сегодня вечером на официальном канале в YouTube Национального олимпийского комитета Украины вы сможете найти полную видеозапись сегодняшней встречи. Владимир Николаевич, спасибо еще раз вам. Спасибо всем участникам. И вам большое спасибо. Успехов всяческих. До свидания. Всего доброго. Всем здоровья. До свидания.